Продолжаем нашу беседу о самосовершенствовании. Сегодня мы будем говорить о знании и вере. Что такое вера, что такое знание, как это связано с работой над собой и так далее. Такая беседа. Веда объясняет, что существует материальное знание, существует духовное знание, два вида знания. И знание — это вообще сила. То есть знание даёт человеку возможность менять свою судьбу. Очень активно, явно менять свою судьбу. И беды разделяют. Знание означает то, во что человек верит, то, что даёт ему опыт жизни. То есть каждый человек живёт в своём каком-то ключе. У всех людей разный опыт жизни. Поэтому знание делится на четыре категории. Есть невежественное знание, есть страстное знание, благостное знание и духовное знание. Четыре вида знания. В соответствии с этим, если человек... Есть даже сказки древние русские такие, ну и на других национальностях, что там одной дорогой пойдёшь, погибнешь, другой дорогой пойдёшь, коня потеряешь, третьей дорогой пойдёшь, счастье обретёшь. Да? Слышали такое? Вот эти дороги означают три пути. Невежественный путь приводит к гибели всегда. Страстный путь приводит к потерям. И благостный путь приводит к счастью. А духовный путь — это особый путь. Его даже в сказках не разбирают. Он приводит к духовному миру. Итак, сейчас мы с вами классификацию, более детальную классификацию всех видов знаний разберём. Это очень ценная информация. Попытайтесь глубоко разобраться в этом. Потому что знание — это то, во что человек верит. Это всегда работает. То есть знание — это то, что работает. Вопрос заключается в том, куда работает и в какую сторону уведёт. Вот в чём проблема. Итак, материальное знание. Первая категория этого знания — это знание, которое находится под преимущественным влиянием силы невежества. Ну, что это за знание? Это знание о том, как ценой насилия над людьми достигнуть власти над ними. Допустим, с помощью страха, с помощью воздействия силы на человека, с помощью гнёта его и так далее. Как сделать так, чтобы подчинить себе других людей? Это знание. Надо это изучать, чтобы, допустим, завоевать жизнь человека, чтобы подчинить его своей жизни. Для этого надо иметь знание. То есть это не просто так сделать. Знание о том, как воровать — это целое искусство большое. У моего друга, он поехал в Индию, у него под курткой, в брюках, в штанах лежал бумажник. Там был билет, паспорт и всё прочее. И у него благополучно это всё вытащили, когда он стоял в метро. Он даже не заметил, как это произошло. И паспорт сдали в милицию, деньги взяли себе, билет выкинули. Ну, то есть это знание, искусство. Итак, это знание, несомненно, портит судьбу человека и приводит его к страданию. Несомненно, неизбежно. То есть почему люди идут этим путём? Потому что они хотят быстрого счастья, быстрых денег, быстрого способа достижения, допустим. Вот как ребёнка легче всего воспитывать, быстрее всего. Взять его, просто заставить что-то делать. Если он не делает, тогда в лоб ему дать. Это воспитание называется невежественным воспитанием. И результат будет тоже невежественным. Сначала ребёнок будет подчиняться, а потом он просто сам будет бить в лоб, когда вырастет. Поэтому палка о двух концах всегда приводит к страданию. Сначала ты чувствуешь силу, потом приходит страдание. Это закон. Дальше невежественным является знание, которое приводит человека к деградации. То есть это всё, что связано с одурманивающими средствами. То есть как выпивать, как употреблять наркотики, как насиловать людей, как их убивать. Ну то есть это уже следующая категория. Знание нанесения вреда человеку и всему живому. Тоже это знание. Отвержение разумного божественного устройства мира. Атеизм. Оказывается, веды причисляют атеизм к невежественному знанию, господа. Почему? Я вам сейчас объясню. Очень простая причина. Смотрите, схема очень ведь правильная, если так разобраться. Бога нет. Бога нет, души тоже нет. Жизнь есть. Из чего создана жизнь? А это комбинация химических элементов. Жизнь — это комбинация химических элементов. Это значит, что мы живем один раз. И после того, как мы умрем, жизни не будет. Так? Логично все? Логично или нет? Все логично абсолютно. Дальше поехали. Что из этого текает из этой логики? Раз мы живем один раз, зачем тогда нужна эта совесть? Зачем нужна самопожертвование? Зачем нужно что-то терпеть? Зачем нужно жить с тем человеком, который тебе не нравится? Зачем быть бедным, когда можно стать богатым? Все равно один раз живем. Надо рисковать. Надо жить просто так, чтобы было классно. Один раз живем. Делай то, что тебе нравится. И не парься, не беспокойся ни о чем. Это результат атеизма. А какая еще может быть логика? Если мы один раз живем, зачем нужны эти аскезы? Зачем страдания? Зачем мучить себя? Надо просто жить в свое удовольствие и все. Ведь так же это? Логика же простая или есть какие-то варианты? Кто попытается какие-то варианты приводить? Из атеизма что-то еще вытекает? Нет? Какие варианты? Никаких вариантов. Поэтому атеизм означает жизнь бесконтрольная. То есть что хочу, то и делаю. Все. Контроля никакого нет, потому что результата тоже нет никакого. Результат является гибель. Хоть ты хорошо живи, правильно ты помрешь. Хоть живи неправильно, все равно помрешь. Так или иначе ты помрешь, поэтому какой смысл жить и мучиться, когда можно жить хорошо и не мучиться? Делай, что хочешь, живи как хочешь, наслаждайся с кем хочешь. Результат все равно один и тот же. Все, помираем. Справедливости в этом мире нет, совести нет, ничего нет, кроме вот моей сегодняшней жизни. Завтра жизни не будет. Все. Вам понравилась такая теория, нет? Что-то попахивает каким-то таким, чем-то не тем. И это означает невежество, полное невежество. Люди, которые так думают, они находятся в невежестве. Веды описывают, что когда человек, атеист, оставляет тело, и он смотрит потом в тонком теле на свое грубое тело со стороны, он находится в полном шоке, потому что философия человека остается с ним после смерти, она не остается с телом. Философия — это не игрушка, это свеч, которую мы берем с собой в следующую жизнь. Она, философия человека, не меняется после смерти. Это не то, что ты при жизни был зеленый и вонючий, потом раз, тело оставил, стал мягкий и пушистый. Нет, такого не будет. Каким ты был, таким ты и остался. Понятно? То есть разум не меняется. Поэтому веды говорят, что если ты копишь истинное, чистое знание, то это гораздо ценнее, чем накопление любых богатств, потому что деньги, вещи, дом ты с собой в следующую жизнь не возьмешь. А знание, так как разум не умирает, оно переходит с тобой. То есть все, что ты понял, осознал в этой жизни, в следующей жизни ты этим пользуешься, потому что знание не умирает. Оно находится в разуме. Разум имеет тонкую природу. Тонкая природа не умирает. Тонкое тело не умирает. Оно просто меняется в результате наших поступков и желаний. И вот эти изменения, они могут очень существенную роль сыграть в нашей судьбе. И так отвержение разумного божественного устройства мира атеизм является признаком невежества и всегда приводит к деградации человек. Как бы атеисты не устраивали этот мир счастливо, результат они не знают, что такое совесть, не знают, что такое чистота, искренность, честность. В философии ихней как-то можно заставить людей насильственно следовать этим принципам. Но те, кто изучают серьезно атеистическую философию, сами знают, что все это ерунда. Живи как хочешь. И все. Управляй людьми. Навязывай им какие-то идеи. Дальше. Знания, которые находятся под влиянием силы страсти. Первый вид такого знания. Это знания о разного вида развлечениях. И как правильно наслаждаться сексом, едой, сном, комфортом. То есть как жить в комфорте. То есть как наслаждаться жизнью. То есть как правильно сексом заниматься. Какие есть варианты, позиции, предложения. Это как кушать получше. Так, чтобы наслаждаться едой. То есть как комфортнее устроиться в квартиру, сделать комфортнее так, чтобы можно было обалдеть все время в ней ходить. Это знание находится в страсти. Почему? Сейчас объясню. Потому что чем больше человек привыкает к наслаждению, тем тяжелее ему становится, как ни странно, жить потом. Давайте представим такую картину. Возьмем простого деревенского мужика. У него есть кусок хлеба, есть молоко, есть петрушка, есть свекла, есть морковка. И когда он чувствует сильный голод, он берет петрушку, кусок хлеба, морковку, как-то там что-то поджаривает быстренько и кушает. Ну, то есть можно сказать, что у него там изысканное какое-то питание там или нет? У него очень простое питание. Так? Так. И он испытывает огромное счастье от этого простого питания, потому что когда человек голодный, он ест свежий хлеб, пьет молоко, ему очень вкусно. Кто из вас в деревню ездит летом? Вкусно же деревенская пища? Вкусная. Она простая и вкусная. Так ведь или нет? Так. Вот. Теперь второй вариант. Смотрите. Человек питается очень изысканно. Он там что-то выдумывает, выдумывает, что-то у него там какие-то... Сейчас какое-то питание такое придумали. Все, пищу очень сильно как бы размельчают. Атомарное что ли питание какое-то. Я не помню, в Москве, чтобы... А? Какое? Ну, неважно, я не расслышал. Там идея такая. То есть пищу сначала превращают в молекулы, ну, в какие-то там белковые соединения, а потом... Ну, вот, в общем, как блюдо делают. Берут яблоко, превращают его сначала в эти вот... Атомарную какую-то массу. И потом как бы из него формируют уже яблоко. Но когда человек кусает, там нет структуры, все растворяется во рту. То есть вкус яблока, то же самое, все яблоко один к одному. Но нет вот этой упругости. А есть просто легкость, и все, раз, и ушло яблоко. Ну, настолько вкусно. Люди, которые пробовали, говорят, просто все во рту тает. Вообще замечательно. И совершенно неожиданные вкусы появляются от этого и все прочее. За 500 баксов можно в некоторых ресторанах в Москве покушать. Такую кухню может быть и дороже. И запись на несколько месяцев вперед. Когда человек такую кухню начинает есть, ему обычное яблоко уже трудно кушать. Уже не то. Понимаете, дело все заключается в том, что если привыкает человек к каким-то высоким стандартам жизни, то ему жить обычной жизнью просто невозможно. Если человек привык спать в сверхкомфортабельной постели, ему просто на полу заснуть невозможно. Он не сможет спать на полу или не сможет спать в обычной постели. Он просто не заснет. И если обычный человек, допустим, испытывает счастье в обычной постели, то другой человек испытывает счастье только в особых условиях. Особые условия означают специальные условия, которые надо себе создавать. Понимаете, не всегда в жизни ты можешь эти условия иметь. Это значит, спектр твоего счастья сужается до этих условий. Понимаете, о чём я говорю? Чем больше человек ищет для себя изысканной жизни, тем меньше у него возможностей быть счастливым, потому что эти возможности, они редки, они более изысканную природу имеют, и человек начинает мучить самого себя. Я знаю одного парня, который может летать только на своих самолётах. Там в Москве, чтобы такой полёт организовать, на частном самолёте. Для этого надо отдать просто за то, чтобы этот самолёт стоял, по-моему, несколько десятков тысяч долларов за стоянку только надо отдать. А сам полёт там вообще какие-то бешеные деньги совершенно стоят. Там 50 тысяч евро, что-то такое, понимаете? Просто один перелёт. И надо там схему маршрута, там целая команда работает на то, чтобы он пролетел в этом самолёте. И он кучу денег на это на всё тратит. Представляете? Смысла никакого. С точки зрения здравого смысла никакого смысла нет. Сел в самолёт и полетел. Какие проблемы? Ну будешь сидеть, посидишь два часа рядом с кем-то, пожелаешь ему счастья. Какие проблемы? Никаких проблем с точки зрения обычного человека здравого смысла нет. С точки зрения этих людей летать с кем-то, я не скажу даже слова. Это слово называется так определённо. Понимаете? Поэтому люди просто с ума сходят, и всё. И это называется высокий стандарт жизни. Это не высокий стандарт жизни. Это действие гуны страсти. То есть вот это силы, которая полностью меняет людям мозги. Полностью меняет. То есть они становятся сумасшедшими. Некоторые молодые люди, они не могут ходить в обычной одежде. Им надо джинсы такие, чтобы вся задница была видна. Потому что так модно. И его спрашивают, зачем ты одел такие джинсы, ведь задница вся видна. И он говорит, как? Ну все так носят, это модно. Я не могу в этих высоких ходить. Если я в школу приду в высоких джинсах, мне подумают, что я дурачок. Что я ненормальный. Зачем ты из деревни приехал, что ли, ты в таких высоких джинсах ходишь? Я разок на Маластхове плюс сидел. Сидят очень уважаемые люди. Пригласили людей в комиссию оценивать, что происходит. И там ассистенты бегают, молодые ребята. Один нагнулся перед нами в этих джинсах. И у него вся задница вылезла полностью. Там телевидение, камеры стоят. Он нагнулся, заняться, вылезла. Все смотрят на него. На его задницу. Еще там что-то видно было. Вот. Сзади. Спрашивается, где культура вообще? Что это значит? Почему так? Он нормально шланы потянул, дальше пошел. Почему? Потому что это страсть. То есть у человека меняются ценности. Он не понимает, что такое культура правильная. Он не может воспринимать нормальную ситуацию, нормальную жизнь. Я разок покупал себе ботинки года три назад в магазине в Москве. И там стояли одни лыжи. Была мода. То есть очень длинные носки. Очень длинные. Не просто длинные, а очень длинные. Ну, лыжи. То есть я думал, где же ботинки? Одни лыжи стоят. Я ходил, ходил. Так ботинки себе не купил. Потом на следующую попытку попытался эти лыжи купить. Купил. Начал ходить в них. Страшное дело. Носки вот так вот загибаются сразу. Вот такие вот ботинки. Вот так вот с носками ходишь. Неудобно очень. Я походил, походил, бросил. Думал, как можно ходить? Смотрю, все в лыжах ходят. Обратил внимание. Все в этих лыжах ходят и мучаются. Идет, у него нога не сгибается, не выпрямляется. То есть страшное дело. Почему? Потому что так действует страсть. Человек не может жить простой жизнью. Ему надо быть вот как все. То есть все тупеют, значит, я тоже тупею. Ну, деваться некуда. То есть я взял, просто нашел в этом магазине, который немодный. Ну, то есть, где вот ставят немодную эту уже распродажу. И купил нормальные ботинки себе. Начал ходить. Ну, слава богу, что есть такой магазин. И, кстати, выглядит отлично все. Классно, приятненько смотреть. И ходить хорошо. Это называется благость. Человек не зависит от того, что диктует мода, вот эта вот среда. Да, понимаете, язык старастных людей, он очень напичкан различными терминами. Да, человек начинает делать из себя кортич ученого, начинает какой-то доклад делать. Его слушать невозможно, потому что он настолько технический, этот доклад, настолько научный, что невозможно ничего понять. Здравому смыслу это не поддается. Я как-то изучал психологические книжки, и некоторые книжки читать просто невозможно. Предложение по три строчки идет, по четыре. Одно предложение. Полная шизофрения. Вот так чисто раскладываешь смысл содержания. Человек сам забывает, о чем он говорит в конце предложения. Это влияние страсти. Это не то, что он слишком умный. Нет, это просто страсть так действует. И все. Страсть означает сила, которая... Завораживает человека. Его цель – это показать себя. То есть он теряет себя внутренне, он пытается показать себя внешне. То есть он стремится к каким-то слишком высоким стандартам, к каким-то вещам, которые в жизни совсем не нужны. То есть они не являются практичными в жизни. Это просто заморочки. Но человек живет таким образом, потому что он считает, что так хорошо жить. Например, некоторые покупают машины, которые стоят по 100 тысяч долларов. Зачем тебе нужна такая машина? Купи лучше кому-нибудь домик. Красивый домик какой-нибудь. За 100 тысяч долларов вполне можно купить в Латвии, да? Нормальный, хороший домик. И пускай человек там живет. Сделай доброе дело. Зачем тебе нужна эта машина? А что? Ты покупаешь эту машину. И что дальше? Ну, проехал ты в ней в комфорте, допустим. В кайфе проехал несколько раз. Дальше что происходит? Тебе надо ей покупать гараж, чтобы ее не украли. Потом тебе надо аккуратно ездить, потому что, не дай бог, кто-нибудь тебя заденет, эту машину. Ее потом не отремонтируешь. Потому что ремонт тоже бешеные деньги стоит и так далее. И все как бы завязывается на вот эти бешеные деньги. Понимаете? То есть в чем заключается счастье? Жить, постоянно напрягаться. Думать о том, чтобы тебя не задели, чтобы ее не угнали. Кто-то тебе позавидовал в этой машине, начались проблемы и так далее. Столько проблем. Зачем? Потому что человек неправильно воспринимает счастье. Он немножко крэйзи в этом плане. В этом заключается проблема. Но однако же, ну и вот это вот влияние страсти, знание о том, как извращаться в жизни. Понимаете? Слишком острая еда, слишком соленая, слишком кислая. Есть разные кухни. Это все признак того, что человека немножко заворачивают мозги. Именно кухни, в которой пища какая должна быть? Она должна быть приятная на вкус. Она должна быть сытная, полезная, простая. Не должно быть никаких сильно больших заморочек. Если замороченная пища очень сильно, это значит, что там страсть присутствует. И чрезмерные вкусы. Слишком острая, слишком кислая. Она может приятно на вкус быть, но она очень вредна для здоровья. Поэтому страсть всегда портит жизнь человека. Она, может быть, не приводит к деградации, но, по крайней мере, приводит к болезням, приводит к напряжению, напряженной жизни. Для того, чтобы такую машину купить, надо упахиваться или обманывать, или эксплуатировать кого-то. Ну, то есть завязывает человека в какие-то ситуации, очень сложные в жизни. И, допустим, вот сейчас, допустим, в Москве, чтобы быть крупным бизнесменом, ты должен, по крайней мере, участвовать в корпоративных вечерах. Что такое корпоративный вечер? Сейчас объясню вам. Человек идет в баню со своими компаньонами. В этой бане находятся проститутки, выпивка. И там они занимаются тотально сексом друг с другом, перемешку, как-то не поймешь. И это называется корпоративные вечера. И без этого человек не может быть менеджером топовым каким-то, понимаете, без таких. Но я не говорю, что везде, во всей компании. Но во многих. Один человек серьезный, который как бы постоянно имеет отношение с правительством, говорит, что он не может ни одного документа подписать, если он не идет в баню и не сжирается там до чертиков в этой бане, спирта. Это страсть. То есть человек должен свое благочестие, свою чистоту жертвовать ради того, чтобы там это положение в обществе занимать. Да зачем это нужно тогда? Зачем? В чем смысл жизни тогда заключается? В том, чтобы страдать от этого всего. Рушилась, чтобы твоя семья. У этого человека очень благочестивая жена. И она постоянно страдает от того, что это происходит с ним. И она ничего не может сделать. И он ничего не может сделать. Понимаете, нормальные люди. Но так как он пошел вот этим путем, он ничего не может сделать. Ему приходится принимать такую жизнь. Одна женщина в Москве мне тоже самое жаловалась об этом, обо всем. Просто терпит и все. Итак, знание достижений богатства находится в страсти. Одни люди достигают богатства просто потому, что они делают добрые дела. И Бог дает им много средств для того, чтобы они делали эти добрые дела. Другие люди пытаются притянуть к себе деньги. Когда человек притягивает к себе деньги, это можно сделать только насильственным способом. Нет другого способа притянуть к себе деньги, кроме как вытащить их от других. А это означает насилие. Другой вариант делать бескорыстные дела, какие-то пользы людям приносить. Деньги сами к тебе притянутся. Но это не знание о том, как достичь богатства. Это знание о том, как творить добрые дела. Понимаете? Это совсем другое знание. А знание, как достичь богатства, означает думать не о людях, а думать о деньгах и тянуть их на себя. Если человек тянет деньги, что получается? Он значит, кого-то лишает денег. Это насилие. И знание о достижении высокого положения общества — это тоже знание страсти. Потому что если ты склонен к власти, это благость. Это просто твое предназначение. Это нормально. Помогай людям, заботь себя подчиненных, наказывай их того, кто виноват. Веди себя честно, слушайся старших, выполняй свой долг, люби свою страну и так далее. Есть заповеди тому, кто хочет правильно управлять. Нет проблем, люди сами тебя вверх выведут. Тебе не надо туда стремиться даже. Ты сам попадешь туда, потому что ты такой нужен людям. И это благость, это не страсть. Однако же, если человек лезет туда, подминает всех под себя, занимается политикой, одного вытаскивает, другого к одному подлизывает, другого выдвигает. То есть он постоянно пытается силой туда залезть. Это уже страсть. И когда силой туда залазит человек наверх, он может пользу принести людям или нет? Для того, чтобы пользу приносить, для этого нужно что делать? Квалификацию обретать. На каждом положении ты должен научиться быть таким. А это означает качество характера, это не означает техника какая-то. Для того, чтобы правильно относиться к подчиненным, надо научиться их терпеть, надо научиться о них заботиться, надо научиться их любить. Без любви невозможно сделать наказание. Если ты наказываешь без любви, это называется жестокость. А с любовью наказывать, это очень сложно, надо быть очень сильным человеком. И в этой силе заключается власть. Почему одни человеки могут много власти иметь, другие мало? Это зависит от силы человека, от его благородства, от чистоты, от силы внутренней. И эту силу надо в себе воспитывать. И если человек, не воспитывая силу, лезет наверх, он не может управлять обществом, он может только ему вредить. Потому что он слабый человек, он гребет на себя, эксплуатирует людей, не заботится о них, ведет себя грубо с ними. Понимаете, эта страсть приводит к страданию всегда. Потому что когда человек действует таким образом, сколько кармы он хватает. Если, допустим, ты издеваешься над своей женой, это один вариант. А если ты издеваешься над целой страной, это совсем другой вариант. Веды говорят, сколько ты людям страдания причиняешь, такой будет ответ. Если ты издеваешься над женой, будешь страдать один раз. А если ты издеваешься над несколькими миллионами человек, сколько раз ты будешь страдать? Несколько миллионов раз. Эта арифметика очень простая. Поэтому страсти, эта сила страсти всегда ведет к страданию человека. И знание о достижении славы — это тоже страсть. Мы верим твердо в героях спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордом наши звонкие дать имена. Понимаете, люди с ума сходят. Люди с ума сходят. У меня как-то на консультацию пришла одна девушка, она в горнолыжном спорте продвигается. Зарплаты маленькие. Вероятность покалечиться очень большая. Просто человек рискует жизнью. Ради чего? Чтобы получить эту дурацкую медаль. Зачем она нужна? Что без медали не можешь прожить? Ей нужна медаль. С ума сходят из-за этой медали. Представляете, то есть каждую секунду ты можешь убиться. Это же реально опасно очень. Спускаться с этих отвесных гор. Это же очень опасно для жизни, не то что для здоровья. Можешь покалечиться. Ладно, если ты помрешь сразу. Это еще куда не шло. А если ты калекой будешь жить? Ради чего? Просто для того, чтобы встать на пьедестал почета, тебе повесят, там дадут определенную сумму денег и все. Ну какой смысл? Разве в этом смысл жизни человека? Такая ценная весь жизнь, и ты тратишь ее на всякую дурь, вот эту вот всю. Это значит сласть. Да, знание о достижении славы — это страсть. Так, знание, находящееся под влиянием благости. Знание о том, как помочь себе быть здоровым. Дело в том, что человек вообще должен учиться быть здоровым. Потому что в здоровом теле человек может развиваться как личность очень хорошо. Когда человек болеет, у него психическая энергия нарушается, движение психической энергии, и душевные силы тают от этого. То есть человек не так уже может работать над собой. Заметьте, когда гриппом заболел даже, уже режим дня не может соблюдать, как раньше. Те, кто работают над собой, знают, что болеть — это не самый лучший вариант жить. От этого теряются силы психические, физические, то есть плохо становится жить. Поэтому человек должен учиться быть здоровым. Надо учиться. Это знание находится в благости. Дальше. Это некорыстное знание, потому что если ты хочешь быть здоровым с целью развивать себя как личность, это совсем другое. Потому что на самом деле невозможно быть здоровым просто для себя. Люди, которые просто для себя хотят быть здоровым, как они выздоравливают? Вот смотри, допустим, человек с корыстью пытается быть здоровым. Как он делает зарядку? Наклоны, допустим, надо делать. Сделал 50 наклонов. Стал здоровее. Значит, можно стать еще здоровее. Делает 100 наклонов. Стал еще здоровее. Значит, можно сделать 150. Делает 150, спина отвалилась. Почему? Потому что это уже не зарядка, это издевательство над собой. Точно так же. Поголодал один день, лучше стало. Надо два. Два поголодал, еще лучше стало. Пять поголодал, печень отвалилась. Почему? Потому что это страсть. Быть здоровым для себя означает страсть, это не благость. Благость означает быть здоровым для того, чтобы развиваться как личность, помогать родственникам. Некоторые женщины говорят, я не могу болеть, потому что у меня дети маленькие. Это благость. Человек не для себя живет, он хочет здоровым быть для других. И Бог дает здоровье, и знания приходят человеку, как жить, что делать. Тогда человек размеренно все делает, он не выпендривается перед судьбой. Чуть-чуть позакалялся, нормально, чуть зарядку сделал, нормально и так далее. Человек имеет равновесие, потому что он находится в трезвом сознании. Трезвое сознание означает бескорыстный, чистый, правильный мотив, правильный настрой. Итак, дальше. Знание о профилактике организма, то есть чего избегать, надо, чтобы не болеть. Профилактика означает режим дня и так далее. И правила чистого питания. Это благостное знание. Питаться правильно очень важно, надо изучать это. Некоторые люди думают, какая разница, что я ем. Главное, чтобы я вел себя хорошо. Так проблема заключается в том, что если ты будешь неправильно питаться, то у тебя будет формироваться психика неправильно. Потому что психическая энергия, она пользуется пищей. Если человек ест всякую дрянь, значит он будет выдавать наружу тоже всякую дрянь. Если вы корову будете кормить целлофанными пакетами, она бензин будет выдавать. Понимаете, то есть что ешь, такой из этого соткана твоя жизнь. Поэтому надо есть благостные продукты, избегать невежественных и страстных. Страстные продукты какие? Чрезмерно жареные, чрезмерно острые, кислые, соленые, чрезмерно сладкие. Все это страсть. Невежественные продукты какие? Это которые опускают энергию вниз, увеличивают похоть в человеке, увеличивают невежество. Невежественными продуктами являются алкоголь, мясо, рыба, чай, кофе, лук, чеснок, хрен. Невежественные продукты. Лук, чеснок, хрен опускают энергию вниз. Мясо оскверняет человека. Мы об этом утром сегодня говорили. Связывает его с духами. Дальше спиртное вообще разрушает разум. Рыба тоже самое оскверняет. Это продукт убийства. Поэтому эти продукты не приносят счастья, они приносят проблемы. Это грязные продукты считаются. Поэтому надо стараться более чистые продукты есть. И это приносит больше счастья. Человек удовлетворенным становится. У него радости больше в жизни. Чистое питание. Надо изучать эти правила. Дальше. Знание об этических нормах поведения и правилах. Знание об этических нормах поведения. Что такое этические нормы поведения? Означает знание о том, как делать так, чтобы люди были счастливы вокруг себя. Что это за такая этика? Допустим, до женщины надо дотрагиваться мягко, нежно. Нельзя с ней грубо обращаться. Почему? Потому что у нее очень чувствительное тело. У нее энергия эгоизма в теле находится в 6 раз больше, чем у мужчины. Поэтому это природа так придумала. Поэтому женщина надо обращаться очень чутко, заботливо, нежно. То есть нельзя ее грубо трогать. Это этика. То же самое. У мужчины эгоизм находится в разуме. Поэтому разум означает идея, цель, решимость, выполнение. Мужчина очень упертый в своей деятельности. Он очень склонен действовать однонаправленно, никого не слушать. Этика поведения женщины не спорит с мужчиной напрямую по поводу его идеи. Мужчина говорит, я думаю, что вот так. Надо ему говорить, конечно, скорее всего это так. Может быть это не так, но скорее всего это так. То есть надо чуть-чуть согласиться хотя бы, чтобы не приносить, не причинять боль мужчине. Надо с ним чуть-чуть хотя бы согласиться. И это этика поведения с мужчиной. То есть во всем есть определенная этика. Если человек не понимает этого, то он будет страдать или причинять страдания других. Этические нормы поведения. Допустим, в автобусе стоишь, не надо слишком близко прижиматься к человеку. Почему? Потому что у него есть свое пространство определенное. То есть пространство, если ты прижимаешься ближе, то тогда ты психически влиять на чего начинаешь. Ему становится тяжело. Другое дело, когда автобус набит, как селедка маринованная. Это уже другое дело. Но если есть место, лучше встать подальше, не причинять беспокойство другому человеку. Если ты, допустим, находишься в обществе где-то среди людей, надо мысленно желать всем счастья. Это этическая норма поведения. Она приносит благо всем окружающим людям, радость в атмосферу. Если есть, допустим, пожилой человек, надо его пропустить, дать ему возможность пройти первым. Потому что пожилым людям тяжело жить, тяжело ходить, все тяжело делать. Для них это очень большая трудность что-то вообще сделать в жизни. И когда пропускаешь пожилых людей, ты создаешь в атмосфере порядок и покой. Этическая норма поведения создает счастье, приносит счастье. Это все аскеза, все это делать. Мужчина грубый по природе, ему легче схватить там погрубее, но ему надо аскезу, ему надо, чтобы дотронуться правильно, ему надо аскезу себя контролировать. Женщина по природе, она считает себя главной всегда. Она считает, что она лучше знает, чем мужчина. А ей надо делать вид, что она согласна. Понимаете, тоже аскеза. Поэтому этическая норма поведения — это всегда аскеза. Благость что такое? Это всегда сначала яд, потом нектар. Благостное поведение всегда трудно сначала. Не есть мясо — трудно, потом зато счастье. Вести себя правильно — трудно. Сдерживаться, не говорить грубые слова — трудно, но потом счастье. Сначала яд, потом нектар. В страсти, когда человек живет, сначала нектар, потом яд. В страсти человек влюбился. Вместо того, чтобы понять, как себя правильно вести, стоит ли с этим человеком жизнь устраивать или нет, человек сразу устраивает с ним жизнь свою. Это страсть. Сначала нектар. Наслаждается человек жизнью, потом яд. То же самое. Наелся на ночь. Сначала, пока ешь на ночь, нектар. Потом яд утром. Плохо стало. То есть всегда, когда страсть, сначала нектар, потом яд. Когда человек в невежестве находится, всегда только яд. Но так как он обманывает сам себя, невежественный человек, поэтому ему всегда кажется, что это нектар. Невежественный человек извращается, допустим, сексом извращенным занимается. Это яд. В этом нет никакого счастья. Но ему кажется, что это нектар. Он обожрался, как свинья спиртного, под столом рыгает, ползает. На следующий день обсуждает с другом, говорит, мы так классно рыгали с тобой под столом, ползали. Это яд же, это бред. Но ему кажется, это нектар. Ему он радуется этому обсуждению, думает, как классно мы время припомнишь, как мы с тобой в обнимку рыгали друг на друга. То есть ему это нектар. Потому что он обманут. У него неправильное представление о жизни. В этом проблема. Далее. Дальше. Благостное знание. Знание о выполнении своего семейного и общественного долга. Не знание, как наслаждаться близким человеком, а знание, как выполнять перед ним обязанности, является благостным знанием. Благостное знание означает то, которое приводит к счастью в этом мире. То есть человек, который знает, что надо делать перед своим близким человеком и забывает о том, что ему нужно, достигает счастья в личных отношениях. Мы сегодня утром об этом говорили в записке, когда зачитывали, было видно, как человек настроен и какой он несчастный в личной жизни. И наоборот, если человек правильно настроен, никогда такую записку не напишет, он будет счастливым, у него будет всё нормально. Дальше. Знание о выполнении своего общественного долга. Оказывается, есть ещё общественный долг. Сажать деревья в дворе — это общественный долг. Здороваться со всеми на площадке — это общественный долг. Кормить нищих на улице — это общественный долг. Это не то, что тебя кто-то должен заставлять. Это твой долг, который приносит тебе счастье. Один раз достаточно нищего покормить, весь день хорошее настроение. Бог даёт из сердца радость человеку счастья, который выполняет общественный долг. В этом заключается правильное отношение к жизни. Это приносит счастье. Дальше. Знание о тонком строении человека. Это благостное знание. Оно приносит счастье. Когда у меня на семинаре, допустим, по семейным отношениям, я на первой лекции долго объясняю разницу в тонком строении женщины и мужчины. Когда люди понимают эту разницу, они видят, что женщина воспринимает счастье совсем иначе, не как мужчина. То, что женщине счастье, мужчине всегда страдание. Но когда человек не имеет этого знания, допустим, женщина говорит, ну что, неужели ты не чувствуешь счастье от того, что ты со мной разговариваешь мягко и нежно? Это же так приятно и хорошо так разговаривать. Неужели ты этого не понимаешь? То есть женщина доказывает мужчине. И она не понимает, что на самом деле для него мягко и нежно разговаривать — это большая аскеза. Никакого счастья для мужчины это не вызывает. Или мужчина говорит женщине, допустим, ну неужели тебе трудно просто сделать вот так? И согласиться, и улыбнуться мне, согласиться, вот так всегда мне делать. Неужели тебе трудно? Он не знает о том, что и действительно это трудно. Или, допустим, мужчина женщине говорит, слушай меня внимательно. Когда мужчина грубо говорит женщине, она никогда не может слушать внимательно. Потому что она от этих грубых слов тупеет, и как бы она съеживается, и ей трудно вообще слушать это все, не то что внимательно. Это означает отсутствие знания о том, как себя вести с близким человеком. Незнание тонкого строения дает страдание человеку. Почему? Потому что он приносит страдания другим и сам страдает от этого. Поэтому надо опять женщины, многие ставят своей целью достигнуть успеха на работе. А их тонкая природа такова, что они должны успеха достигать в семье сначала. И когда они в семейной жизни, в личной жизни становятся успешными, то их психика становится как полноводная река. У них очень много энергии, они могут ее и на работу пустить, и на хобби какие-то, и на работу над собой. Столько много сил, когда женщина занимается семьей. Когда у нее семья на втором месте, у нее силы чахнут, она становится слабее. И поэтому она сильно страдает от работы, устает. Она там ей все надоедает. Она меняет работу постоянно, испытывает огромные страдания, потому что не знает своей природы, как устроено тонкое тело. Мужчина то же самое. Если он хочет, за тетками постоянно бегает, ему работать некогда, он истощает себя, у него теряются силы. Он становится как тряпка. И он становится больным и несчастным точно так же. А если он в работу идет, работает над собой, трудится, достигает чего-то, он становится сильным, жизнерадостным, и счастье может приносить и близким людям, и так далее. То есть в этом заключается знание тонкого тела. Знание о самосовершенствовании. То, о чем мы сейчас говорим, это наш семинар. Знание о самосовершенствовании означает, как правильно воздействовать на себя, как управлять своим поведением, какие ценности главные в этом связи у человека есть. Что такое вера, что такое решимость, что такое самоконтроль, что такое режим дня, что такое молитва и так далее. То есть знание, которое ведет человеку дорогой счастья, устраняет все препятствия ненужные из жизни. Вот о чем это знание. Знание о развитии разума, меняющей судьбу. Разум управляет судьбой. Куда разум направлен, туда идет наша судьба. И это сравнивается с тем, как паук ползет по паутине. Когда паук движется по паутине, то он движется в ту точку, куда движется паутина. Точно так же человек по своей вере идет по жизни. Во что он верит, туда он и движется. Каждый человек во что-то верит. Кто-то верит в женщин, постоянно женщину себе ищет. Кто-то верит в дом и пытается заработать на дом. Кто-то верит в детей и пытается жить для детей. кто-то верит в Бога и пытается жить для Бога, понимаете, это разные способы жить, результаты тоже разные. У кого-то один результат несчастья, там человек для женщины живет, теряет себя, для детей живет сначала счастье, потом страдание, для Бога живет сначала страдание, потом счастье, понимаете? Ну то есть страдание, опять же, жить для Бога даже не страдание, то есть это может быть и внешне кажется страданием, но на самом деле счастье всегда. Знание о законах мироздания и укладах благочестивой жизни, тоже благостное знание. Какие законы мироздания вы знаете? Тишина в студии. Закон кармы, это закон мироздания, закон справедливости. «Что посеешь, то и пожнешь. Никогда нельзя совершить плохой поступок и не получить за это страдание в ответ. Никогда не бывает так, чтобы хороший поступок не принес воздаяние человеку». Поэтому знание этого закона делает человека счастливым, потому что он делает как надо, и у него результат всегда правильный. Дальше есть такой закон «Пинда Брахман Даньяи», то есть это закон о том, что каждая точка вселенной копирует всю вселенную. Допустим, наше тело копирует всю вселенную. У нас есть семь психических центров основных. Эти семь психических центров соответствуют уровням вселенной. Во вселенной существует 14 галактик, 14 планетных систем. Каждый психический центр по две планетные системы на себя берет. Есть низшие планетные системы, есть у нас низшие центры. Если у человека энергия вниз идет, он живет сексом, допустим, это нижние центры. Если человек живет интересами нижних центров, он попадает на низшие планеты, потому что у него активизируются те чакры, психические центры, которые связаны с ниженными планетами. Понимаете? Знания об этом приносят счастье. Человек понимает, надо возвышенной жизнью жить, тогда ты вверх пойдешь. То есть надо активизировать высшие психические центры, а не низшие в своем организме. Понимаете? Я вас не замучил? Вот. Значит, и есть еще знания о том, что существует Богом устроено так, что в этом мире существует четыре благочестивых уклада жизни, а все остальные приводят человека только к страданиям, и все. Сейчас объясню. Первый благочестивый уклад жизни – это учеба, ученичество. Когда человек чему-то учится, он должен знать, соблюдать правила этой жизни. Правила таковы. Когда ты учишься, не надо жениться. А когда ты женился, учебу нельзя ставить на первое место. Надо ставить семью на первое место, потому что ты меняешь уклад. Если ты находишься в ученичестве, ты должен учиться и не думать о себе. Когда человек учится, он не должен думать о деньгах, не должен думать о женщинах или о мужчинах женщины. Человек, когда учится, он должен пытаться работать над собой. И аскеза его заключается в послушании. То есть он должен слушаться старших, учиться. В этом учеба заключается. А не в том, чтобы показать диплом всем потом. Понимаете, твой диплом в сердце находится. Потому что, когда человек учится, он воспитывает в себе разум, прежде всего. А не пытается на пятерке все сдавать. Ну, то есть у нас немножко самообразование неправильно построено в этой связи. Поэтому и учеба немножко не та. Ну, в древней культуре считалось, что человек должен учиться, когда он учится, он должен отделяться мужчиной от женщин. Надо поменьше общаться друг с другом. И тогда счастье приходит. Что значит уклад жизни? Это значит жизнь, которая приносит счастье. Понимаете? Я немножко как бы попал в этот уклад просто случайно, может быть, силой судьбы. Я занимался самбо в детстве с 8 до 12 лет. И я жил в Тольятти, и это была школа, которая тренировала тех, кто должны были стать чемпионами мира. Ну, то есть как бы все было направлено на то, чтобы сделать из людей героев. Понимаете? Из детей. То есть я был ребенком, но сама техника как бы тренировок была направлена на достижение рекордов каких-то. Понимаете? И мы все лето проводили в спортивном лагере. В этом спортивном лагере не было женщин, девушек. Просто одним парнем. Я жил в этой среде, и это очень закаляло. То есть это сильно закалило мой характер. То есть я очень благодарен тому, что я попал в это место. Потому что там я учился силе, стойкости, самоконтролю. То есть каждый день, каждую секунду я был занят в том, чтобы работать над собой. Не было ни одного секунды времени, чтобы расслабиться и побалдеть. Ну то есть очень серьезный ритм внутренний, режим жизни. И потом я принял этот ритм с 12 лет, когда я ушел как бы по здоровью из этой школы. Я начал продолжать так жить. Мне понравилась идея. То есть я увидел в этом большой смысл. Я старался держаться подальше от противоположного пола. А мальчики тем временем их засасывало. Чем больше они встречались с девочками, тем больше они курили, пили и занимались всякими глупостями. То есть смешание полов создает неконтролируемую ситуацию в психике. И человек уже теряет себя. Он не может... Допустим, молодой человек начал гулять, он уже учиться в институте не может. Заметили? Если человек гуляет, все, ему учиться некогда. У него крыша съезжает. Девочки тоже начинают в школе гулять с мальчиками. У них они учились до этого очень хорошо. Как только с мальчиком встречаться начала, крыша съехала, учиться некогда. Ну что потеряется? Человек не может учиться. Потому что ей существуют уклады определенные. Если человек их не знает, родители не знают, они не понимают, как делать так, чтобы ребенок развивался хорошо. Следующий уклад – это семейная жизнь. Один мужчина мне рассказывает, говорит, а я не хочу... Мне мешает моему развитию жить с женой. Но я с женой, если буду жить, что это значит? Это значит, что я должен на нее работать, должен ее желание удовлетворять и так далее. А я хочу развиваться, работать над собой. Я говорю, хорошо, иди в монастырь. Он говорит, как в монастыре? Что, ни с кем не встречаться? Я говорю, если ты хочешь встречаться, значит, женись. Он говорит, ну зачем жениться, если я повстречался, а в свободное время буду работать над собой? Очень, говорю, интересно получается. Ты занимаешься сексом целыми днями, а в свободное время работаешь над собой. Это что за работа над собой это такая? Работа над собой и означает контролировать свои желания, а не заниматься тем, что распускает тебя. Поэтому человек должен решить. Если я хочу быть семейным человеком, пожалуйста, выбирай себе девушку, женись. И контролируй свои желания дальше. Женился, другие девушки для тебя уже не существуют, только и жена. Все, больше никого нет вокруг. Если ты хочешь жить один – хорошо, живи один, но при этом ни с кем не гуляй. Ты решил работать над собой – все, девушек для тебя нет. Ты в укладе ученичества находишься. Лучше всего, если ты будешь жить под присмотром старших в этой ситуации. Это означает духовное место какое-то. Понимаете? То есть это уклады жизни, они гарантируют человеку счастье. Человек попал в семейную жизнь – все, разград закончен. Семейная жизнь означает – ты выполняешь свои обязанности, клятву даешь только одному человеку, вот этому. Больше никаких вариантов – все. Это твой уклад жизни. В этом укладе ты развиваешься как личность. Все страдания судьбы принимаешь и культивируешь в себе силу внутреннюю. Развиваешься как личность. Начал прыгать, как обезьянка, с ветку на ветке – значит, развитие будет страдать. Ты будешь деградировать от этого. Ты думаешь – о, это мне не подходит, следующее. Это не подходит, следующее. Деградация будет идти, развития не будет. Потому что семейная жизнь не предназначена для того, чтобы балдеть. Любой уклад жизни предназначен для развития. Означает аскеза всегда. Дальше следующий уклад жизни – это уклад, уклад жизни человека, который прошел этап семейной жизни и в силу судьбы, допустим, у него не стало жены и так далее. В силу судьбы бывает такое. Человек начинает уделять время духовной жизни. Или у него даже есть жена, и он вместе с женой начинает заниматься серьезной духовной практикой. То есть человек не живет для семьи, а живет для Бога вместе с женой. Это означает отреченная жизнь. Люди не работают и просто занимаются духовной деятельностью. Некоторые семьи, они при храмах живут, служат храму и так далее. Это называется отреченный уклад. То есть принятие отреченной жизни. И есть четвертый уклад жизни – это монашество. Когда человек полностью отрекается от семейной жизни и в целом от служения обществу. Он обществу служит только с помощью своего знания, и он служит Богу при этом. То есть его цель – служить Богу. И этот человек для общества как бы его не существует. Но этот человек является самым ценным для общества. Почему? Потому что он дает духовное знание. Он живет только для духовного знания. Он не решает семейные проблемы, он не решает проблемы здоровья. Он только говорит людям о том, как возвыситься, как служить Богу, как развиваться, как личность и так далее. Это отреченный полностью уклад жизни, полное отречение от материальной деятельности. Это благостное знание. Теперь духовное знание. Сейчас об этом поговорим. Первый вид духовного знания – это сокровенное. Духовное знание – это сокровенное знание. Просто так понять невозможно. Для этого надо очистить свое существование. Поэтому я вам вкратце это расскажу. Знание о деятельности, которая стоит выше сил материальной природы. Это деятельность не благостная, не страстная и не невежественная. Это деятельность духовная. Что такое духовная деятельность? Это думать о Боге, молиться Богу, служить Богу, готовить для Бога, заботиться о том, чтобы выполнять Его заповеди и так далее. Вся жизнь посвящена Богу, вне всякой материальной энергии. Такая жизнь находится, а значит, вне кармы. Карма не действует. То есть у каждого человека есть карма. То есть ты в какой-то момент времени должен страдать. Это карма. Человек, который занимается духовной практикой, пришло время страдать. Он может и не страдать. Почему? Потому что он вне кармы. Если Бог захочет, чтобы он пострадал, он будет страдать. А в противном случае он страдать не будет. Его жизнь не подчиняется законам судьбы. То есть никто не может повлиять на него плохо, на этого человека. Допустим, человек живет для Бога, но он может быть даже семейным человеком. Он живет вместе с женой, выполняет все обязанности перед ней. От нее ничего не ждет. Ничего не ждет от нее. Ничего не желает. Просто выполняет свои обязанности. Сейчас все счастье свое получает от Бога. И жену делает счастливой. Она безмерно любит его, заботится о нем, радуется ему. А он получает счастье от Бога, а ей отдает. Как она может сделать его несчастным, скажите? Какие варианты? Изменила ему, простил. Он как бы не привязан, он живет для Бога. Она говорит, я тебе изменила. Он говорит, надо раскаяться. Ты видишь, этот поступок приведет тебя к страданиям. Надо как-то изменить себя, постараться забыть об этом человеке. Это приведет тебя к страданиям. Ты меня бросишь? А зачем? Нет, конечно, нет. Ты осеклась, ничего страшного. Почему человек так спокойно себя ведет? Потому что он не привязан. Он не стремился получать счастье от человека. Он просто ему служил. Человек осекся. Ничего страшного. Близкий человек думает, о, удивительный человек рядом со мной. Я ему изменил, а он спокойно продолжает любить меня, заботиться обо мне. Понимаете? Человек, который находится на духовной платформе, нет такого события, которое бы его вывело из равновесия. Ему ногу оторвало. Он говорит, Бог так захотел. Все нормально. У него нет проблем с этим. Духовная платформа означает, что человек не воспринимает себя как тело. Он считает себя душой. Он знает, что он едет в теле, как в машине. Веда описывает, что тело – это как машина, в которой едет душа. В машине, допустим, крыло оторвало. Один человек думает, меня побили, меня ударили, он говорит. Ну ударили машину, не тебя. А другой человек просто думает, ну судьба, ничего страшного, крыло оторвало. Колесо пробило, капот отлетел. Ну там все что угодно. Он спокойно относится. Почему? Потому что это машина. Я душа – это машина. И так же относится он к телу. Не то, что он не заботится о нем. Он заботится, потому что тело – это храм Бога. Он заботится, потому что там Бог также живет. Но он не страдает, если с телом что-то не то происходит. У меня как-то в Москве есть ведический храм, там есть один монах интересный, он постоянно болеет. Я как-то подошел к нему, говорю, слушай, давай я тебе полечу, у меня получится. Он говорит, а зачем? Я говорю, ну вот через несколько месяцев ты, может быть, выздоровеешь и будет легче тебе жить. Он говорит, так я через несколько месяцев, скорее всего, помру. Зачем, говорит, ты говоришь, только так далеко, на целых четыре месяца вперед. Так я, может, и не буду жить уже через это время. Это слишком для меня далеко, говорит, такие планы делает на несколько месяцев. И он такой счастливый. Я говорю, ну как ты вообще питаешься-то? Он говорит, ну как питаешься, чуть-чуть хлебушка там, чуть-чуть того, и нормально. Тело вроде не помирает, он худой весь, как скелет. Я говорю, ну как вообще жить-то можно в таком теле? Он говорит, живу же такой. И нормально, говорит. Вот я после этого разговора, прошло пять лет. Он такой же худой, как скелет, так же питается. Глаза счастливые такие же. Я думаю, он дольше меня проживет. Почему? Потому что он спокоен, у него нет проблем с этим телом. Он питается спокойненько, как может, и все, и живет, и счастлив. Он молится Богу постоянно, понимаете? Поэтому таких людей очень трудно понять нам, потому что они вне находятся понимания обычного человека. Знание о достижении освобождения от материальных страданий имеет духовное знание. Как избавиться от страданий в мире, в котором мы живем? Только предавшись воле Бога, человек может избавиться от страданий. Ну, допустим, одни люди... Мы как воспринимаем мир с позиции негатива? Ну, допустим, муж бросил гад. Как избавиться от страдания? Как сделать так, чтобы ты не страдал? Потому что муж бросил гад такой, и три года четыре, и женщина думает, он меня больно сделал, я его не люблю за это, чтобы его покарала судьба. Да, она так думает четыре года подряд. Мучиться. Неимоверно. Страдает. Как сделать так, чтобы не страдать? Муж бросил. Что делать? Простить. Как простить? Прощаешь, простяешь, а больно все равно. Что сделать? Да, то есть обратить внимание на свою судьбу. И сказать себе, первое, спросить себе, а почему, почему он меня бросил? В чем причина? И надо начать молиться. Человек молится, молится, он не думал, бросил, бросил, ничего страшного, я хочу понять. И когда человеку приходит знание, что правда, по делам тебя бросили, ты такая вот, заслуживаешь такой жизни, сразу же спокойно становится. Сразу же человек получает успокоение. Понимаете, есть такой способ успокоить человека. Человек говорит, неужели нам не дадут зарплату? Неужели нам не дадут зарплату? Начальнику приходит, начальник смотрит на него, говорит, правда, вам не дадут зарплату? Не волнуйся. Это точно? Сто процентов. Он говорит, да, есть какие-то варианты, чтобы дали зарплату? Нет, никаких вариантов нет. В этом месяце зарплату точно не дадут. И он такой, ну ладно, успокаивается. Вариантов нет. Очень спокойно становится. Понимаете? То есть в этом метод заключается. Понимаете метод или нет? Для обычного понимания очень трудно понять. Метод сложный. Еще раз повторяю. Человек обретает знание о том, что он заслуженно получил это наказание. Сразу становится легче. Попробуйте. Если вы попробуете, вы увидите, что это работает на сто процентов. А если еще ты помолишься больше, то потом ты поймешь, зачем высшие силы вообще эту ситуацию устроили. Потому что любая ситуация устроивается по двум причинам всегда. Первая причина – это наказать. А вторая причина – научить. И если человек, попадав в ситуацию, он страдает и раз так думает, ага, вот за что я наказан. Это первая причина. Ему легче становится. А потом, когда, если он поймет, чему Бог его хотел научить в этой ситуации, он вообще счастливым станет. И он поймет, так это же классно, что я попал в эту ситуацию. Я вам говорю не какую-то теорию. Я попал в своей жизни в тяжелейшую ситуацию. Я выходил из нее полтора года. И когда я понял, зачем Бог мне дал эту ситуацию, я безмерно счастлив и благодарен ему за это. Вот честное слово. Потому что я столько понял в этой ситуации, столько понял для себя. Даже просто, что ты научился в этой ситуации так молиться сильно, преданно Богу, это же очень большая помощь в жизни. Просто научиться искренне молиться. Когда человек может искренне молиться? Когда он в тяжелейшей беде. В обычной ситуации ты пытаешься искренне молиться, но как-то так тяжело не получается. Когда ты в беду попал, тебе говорят, помрешь через 20 дней. У тебя там рак такой-то. И ты начинаешь молиться. Молишься, молишься, молишься. Потом приходишь в больницу. Тебе говорят, ошибка в диагнозе. Это просто аппендицит. И ты думаешь, аппендицит тоже плохо. Но, слава Богу, не рак. Молишься, молишься. Потом приходишь к врачу. Он смотрит, говорит, да это даже не аппендицит. Это просто воспаление кишечника. Ну как же так? Почему Бог меня ввел в эту ситуацию? Я уже 4 месяца страдаю. И потом ты начинаешь понимать, что ты же молился эти 4 месяца. Ты все время думал о Боге. Пытался победить судьбу. Это же такой удивительный опыт. И человек становится счастливым. Думает, в другой ситуации. Я бы такого не получил. Испытание. Некоторые женщины теряют мужа. Начинают работать над собой. Заниматься, учиться быть женщиной. И потом думают, ну если бы я не потеряла мужа, я бы не стала такой. Но знаете, что такое мысление приходит только очень возвышенным людям. Большинство людей, если судьба ломает их, они ломаются. И ломаются причем на всю жизнь. Некоторые люди, близкий человек уходит, ему жить осталось тоже пару лет. А может быть и меньше. Один человек уходит, близкий, второй за ним. Почему? Потому что невозможно вынести. Люди привязаны быть счастливыми, жить вместе. Понимаете? То есть они не хотят понять, зачем Бог создает ситуацию. Всегда ситуация предназначена для того, чтобы мы стали возвышеннее. Чтобы мы были выше событий этого мира. Чтобы мы чувствовали свою духовную природу. Но большинство людей скупые по природе. Они не хотят отказаться от своего счастья. И если судьба отказывает их от этого счастья, они их начинают колбасить. Они входят в жуткий стресс и не могут из этого стресса выйти. Наступает тяжелая болезнь и потом тю-тю. Почему некоторые с ума сходят? Почему? Жадность. Нежелание принимать судьбу. Нежелание на духовную платформу вставать. Следующее знание, которое имеет духовную природу – это знание о душе. Очень сокровенное знание. Очень трудно представить себе, что ты – это не вот это все тело с глазками, которые могут моргать. А ты, оказывается, маленькая духовная частичка, которая находится на духовном плане. И эта частичка находится в теле в результате того, что она эгоистично настроена. Когда эта частичка поменяет свой настрой, то она попадет в духовный мир, где получит духовное тело, в котором нет ни смерти, ни старости, ни болезни. Все, что я рассказываю для вас – это сказка сейчас, для большинства людей. Но я изучаю эту тему и знаю, что это не сказка. Сто процентов. Я могу даже в какой-то степени это ощущать. Не в большой, но в какой-то. Я чувствую, что мы вечные существа. Сто процентов. Недавно мой знакомый оставлял тело, и я видел, что тонкое тело отделилось от грубого и вышло из него. Я своими глазами это видел. И видел, как дальше продолжалась судьба этого человека. Он вышел из тела. То есть, по-нашему, умер. Но я не увидел смерти. Я увидел продолжение жизни. Просто по-другому эта жизнь продолжала существовать. В другом виде. И он был в сознании. После того, как вышел из тела, я видел, что человек в сознании. Он даже может воспринимать других людей. Его можно воспринимать. Это все можно изучать. Это знание, оно за пределами обычных чувств. Надо настраиваться правильно. Надо этим заниматься. Надо молиться. Но это есть. И оно дает очень большие возможности человеку в жизни. Потому что понятия смерти отсутствуют. Страх отсутствует. Жизнь приобретает другой смысл. Человек начинает чувствовать вечность в своем сердце. И как бы вот эти все вещи, которые пугают обычно, несчастная жизнь, нищета, тюрьма, они приобретают совсем другой смысл. То есть это не так страшно становится, как было раньше. Понимаете? Духовное знание – это очень серьезная штука. Оно реально меняет полностью восприятие мира. И человек начинает более высокие ценности жизни ставить на самое главное первое место в своей жизни. Все остальное ему так становится не очень интересно. Следующий вид духовного знания – это знание о том, как научиться служить Богу и всему живому. Оказывается, если человек служит Богу, то Бог начинает индивидуально заботиться о нем. Дело в том, что Бог с нами связан двумя способами. Первый способ – с помощью нашей кармы. Он управляет нами. То есть что заслужили, то и получили. А второй способ – это когда человек предается Богу, то тогда Бог карму отодвигает. То есть человек сделал кучу глупостей в жизни. Это все отодвигается в сторону. И Бог начинает лично человека вести. А Он дает самое лучшее человеку. То есть карма, она как действует? Получил наказание – получи. Ногу надо отрезать – отрезали. Надо рак сделать – сделали. Нищету – сделали. Ну, то есть нет никаких сентиментов. Карма действует без сентиментов. Очень жесткий стиль. Бог, Он может наказывать, но делает это так, чтобы человек получил знания. Он только действует так, чтобы человек всегда счастлив. Даже если он болеет, он чувствует, эта болезнь от Бога дана, он тоже счастлив этому. Это совсем другая жизнь, которую трудно понять обычному человеку. Там нет страданий в том смысле, в котором мы воспринимаем. И следующее знание – знание о Боге. Когда человек Богу служит, он постепенно начинает понимать, кто такой Бог. Знание о Боге – это самое сокровенное знание. Но еще выше знание – это знание о своих отношениях с Богом. Знание о том, как Его любить. Это самое сокровенное знание в этом мире. Следующая тема, которую я хотел бы сегодня обсудить – это природа веры. Надо понять, что такое вера. Некоторые думают, что вера – это слепость. На самом деле вера ничего общего со слепостью не имеет. Вера – это то, что движет человека по судьбе. Каждый человек во что-то верит. И большинство людей вообще даже боятся касаться этой темы. Они думают, что это кощунственно вообще лезть в эту тему, во что человеку верить. Большинство людей вообще не знают, во что они верят. Поэтому они не знают своей судьбы. Они не знают, что их ведет по жизни. Ну, допустим, приведу такой простой пример. Большинство людей верят в любовь. Любовь для них означает любовь к противоположному полу. И поэтому люди очень сильно хотят жениться по любви. Жениться по любви означает для них в буквальном смысле слова, что я буду рядом с тем человеком находиться, от которого я буду испытывать счастье. Вот как бы эта тема, идея жениться по любви. Но люди не знают, что на самом деле то, что они считают любовью, это просто обман. Это просто влюбленность. Ничего общего с настоящим чувством это не имеет. Потому что когда человек испытывает резонанс вот этот психический, что его колбасит, как бы ему хорошо становится от другого человека. Это означает сила, которая имеет очень корыстную эгоистическую природу. Ты же не хочешь этого человека отпускать от себя. Другому кому-то отдавать он нужен только тебе. И это означает эгоизм. Ничего общего с духовностью, бескорыстием это не имеет. Это эгоистическое чувство, и любое эгоистическое чувство затухает. Оно не бывает вечным. Поэтому когда человек эгоистично берет человека, женится на нем, дальше он хочет наслаждаться с помощью него. Любые наслаждения в этом мире заканчиваются, потому что они присыщаются, наступает присыщение. Другим человеком занимается сексом, любит друг друга, радуется, наступает какое-то время привыкания. Он чувствует уже того наслаждения, как раньше нет. И он думает, как дальше жить? Я же хотел любви, а любви не стало. Это значит, не мой человек. Вывод какой? Надо пнуть его под зад и найти себе настоящую любовь. Он опять пытается найти любовь, опять с кем-то пытается так жить. И это опять заканчивается, опять под зад, опять настоящую любовь. Знаете, почему человек так живет? Потому что он твердо верит в любовь. Он четко понимает, что по-другому жить он не должен. Он жить только должен для любви. Но он не знает, что такое любовь. Он считает это влюбленность, это и есть любовь. Если чувство пропало, жить невозможно значит с человеком, надо его бросать. Веда объясняет, что чувство всегда пропадает. Оно никогда не останется с человеком всю жизнь. Вот у тебя есть чувство к человеку какому-то? Приходит время, оно пропадает в судьбе. На год, на два, на три просто холод и все к человеку. Нет чувства, оно пропадает. Это означает просто судьба. Планеты так встают, чувства нет. Все. Ты не чувствуешь ничего к нему. Холод и все. И человек разочарован, думает, как же так? Я же надеялся, я верил, что все будет хорошо. У меня нет чувства к тебе. И он говорит, у меня к тебе нет чувства. Нам жить вместе нельзя. Мы чужие люди друг до друга. И уходит. А у того человека было чувство, но не пропало. Он страдает от этого очень сильно, чувствует несправедливость. Что это за любовь? Это не любовь. Это очень жестокие вещи на самом деле. Потому что настоящая любовь, она соткана из других отношений. Она есть, но ее надо заслужить сначала. Надо сначала научиться быть верным близкому человеку. Потом через верность приходит уважение. Потом через уважение приходит искренность в отношениях. Так развиваются отношения. Понимаете? И это настоящая любовь. Когда эти чувства пришли, то ты чувствуешь другое совсем. То есть это совсем другое чувство. Оно не зависит от обстоятельств. И это ты не балдеешь от близкого человека. Служишь ему. Заботишься о нем. Это скорее на чувство долга похоже. Настоящая любовь. А не на чувство балдежа. Как мы думаем. И ведь проблема-то заключается в том, что мы в эту любовь верим. Вот в чем проблема. А это значит она движет нас по судьбе. То есть человек уже не может отказаться от того, чтобы бросить своего человека. Он скрипит. Ему плохо, тяжко. Потому что там дети остаются тоже. И он все равно идет путем своей веры. Он верит вот в эту влюбленность. Считает, что это основа жизни. И он бросает близких людей. Ему горько. Плачет он мысленно или прямо плачет. И все равно пищит и лезет. Идет в другую сторону. Почему? Потому что у него такая концепция в жизни. Он считает это правильным. У него нет вариантов. Понимаете? Вера это серьезная штука. С ней надо быть очень осторожным. И надо понимать, что у меня за вера в сердце. Во что я верю. Надо разобраться в этом вопросе. Потому что вера может быть разной. Некоторые люди верят, что в этом мире надо всех победить. Надо быть сильнее всех. У них такая вера. И они ходят, как бы пытаются быть сильнее. Смотрят, кто как бы против меня. Ты? Я тебя сейчас уничтожу, значит. Мы в аэропорту сидели с одной моей знакомой. Так попало, что мы как бы летели на разных самолетах. Но она лечила лечиться ко мне. А я летел с программы из Омска. И она мне рассказывала, показала человека. Говорит, вот посмотрите, видите вот этого человека? Как вы считаете, что за человек? Я посмотрел, думаю, что это страшный человек какой-то. Говорит, мне кажется, он страшный человек. Она говорит, да. Я сейчас расскажу, что это за человек. У меня муж... Она рассказала. У меня муж занимался... Ну, он был мафиози. Занимался теневым бизнесом. Был мафиози. И этот человек был его другом. И этот друг его... Когда пришла определенная ситуация, он его просто прибил. То есть ее мужа он убил просто. Вот. И она рассказала про это, что потом этот друг, он уехал в Москву. Попал как бы в клан одного мафиози тоже крупного. И этот мафиози попал в ситуацию сложную и сел в тюрьму. А этот человек, который убил вот ее мужа, он потом женился на его жене, того, кто сел в тюрьму. А потом, когда тот вышел из тюрьмы, он его прибил, чтобы тот как бы не мешал его семейной жизни. И этот человек сейчас губит души с тысячи людей, продавая им наркотики. Он контролирует часть бизнеса вот этого, ну как бы наркотического бизнеса, продавая наркотики детям. И когда я посмотрел на этого человека внимательно, попытался его понять, он как коршун раз обернулся и увидел меня, что я смотрю на него. Представляете, какая у него чувствительность? То есть он контролирует все, он ходит и пытается быть сильнее всех. И когда я посмотрел на него внимательно, я увидел, что взгляд этого человека очень пронзил мой взгляд. И в нем был один только вопрос, что ты хочешь со мной сделать? В чем цель заключается твоего взгляда? То есть в нем был очень, в этом вопросе стоял холод. То есть этот человек готов был меня убить. В любую секунду, если он увидел бы, что я интересуюсь им очень сильно, это значит, что я уже становлюсь на его прицеле. То есть ему не интересно, зачем я на его смотрел. Главное, чтобы понять, враг я или нет. Представляете, какая жизнь? Человек живет, чтобы всех уничтожать вокруг себя. Его цель – найти врага и уничтожить. Как вам нравится такая жизнь? Эта жизнь, она создана из цели. То есть у человека было такое желание, оно руководило им в жизни, и в результате он стал таким. Не то, что он хотел быть таким, просто это его концепция жизни, это его вера. Он верил в это и начал так жить. Это его вера в его жизни. Некоторые люди верят в то, что надо быть счастливым любой ценой. И они не могут просто в принципе быть несчастными. Они думают, ну я сейчас несчастный, и что мне делать? Мне надо что-то сделать, чтобы быстрее снять это несчастье. Я хочу всегда наслаждаться, я не хочу никогда страдать. Такие люди думают. И такой человек начинает пить. Почему? Потому что если он не выпьет, он будет несчастным. Он не может быть несчастным, потому что его цель внутренняя – это быть всегда счастливым в любой ситуации. Поэтому начинает выпивать. Ему нельзя без спиртного жить, потому что он будет несчастным. Он не хочет. Это его цель – быть счастливым. Понимаете, цель движет нашей судьбой. И поэтому мы должны разобраться, откуда берется цель в жизни. Почему она возникает? Цель приходит от знания. А знанием соединен разум. Разум соединен со знанием с помощью веры. Вера возникает в результате жизненного опыта. И это очень ценное достояние человека. Во что мы верим – такова наша жизнь. Поэтому веды объясняют, что надо усилием воли направить свой жизненный опыт в том направлении, которым бы с помощью интеллекта создал бы ту веру, которая бы поменяла твою неправильную веру на ту правильную, которая бы потом руководила твоей судьбой. Ну, допустим, человек верит, чувствует, что мясо ему помогает жить. Он чувствует, что эта пища приносит здоровье. Я покушал мясо, мне нормально стало, крепко. Но он читает, допустим, веды говорят, мясо вредно, оно рождает злокачественные опухоли, рождает атеростлероз. Ну, то есть это пища, которая приносит несчастье в жизни. Она как бы тяжелая для судьбы. Человек думает, ну как же так, почему это пишется так? Я же чувствую, что она хорошая, она мне дает силы, дает здоровье, мне нравится эта пища, нравится ее вкус и так далее. И он думает, ну как же так? И это вопрос веры. Это вопрос веры. И потом человек думает, ну написано, что это плохая пища. Хорошо, предположим, что она плохая. Как определить, что она плохая или хорошая? Надо поменять способ жизни. Надо взять и перестать есть мясо. И только в сравнении ты сможешь понять, плохая это пища или хорошая. Человек на месяц перестает есть мясо усилием воли. Экспериментирует. Не ест, не ест. Чувствует, что ему легко стало жить. Он чувствует, что людей воспринимает по-другому. Ему стало спокойнее. Он чувствует, даже тело стало легче. То есть такой тяжести нет внутри. Такого вот, какого-то, такого вот, как бы, концентрация внимания стала лучше. Как жизнь стала легче, как будто бы. Поднимите руку, кто это испытал в своей жизни. Видите, как много людей? Посмотрите вокруг. Значит, я не придумываю. Так оно и есть. Итак, всегда человек живет своей верой. И вера – это определенный опыт жизненный, который вокруг этого опыта формируется судьба. Вот этот, допустим, человек, он до сих пор живой. Он столько людей поубивал, она говорит, на его счету уже больше десятка убийств этого человека. А он до сих пор жив. Почему он жив? Потому что он ловит взгляд. Он контролирует все, что происходит вокруг него. Он не дает даже возможности заметить себя кому-то. То есть это его вера. Он думает, я так живу и правильно. Смотрите, я живой до сих пор, а все козлы вокруг уже мертвые. Он так говорит всем, понимаете? Он основывает свою жизнь на жизненном опыте. И мы точно так же живем. Человек, который бросает жену из-за любви, он тоже основывается на жизненном опыте. Он говорит, я не могу так жить, мне надо любить. Я не могу просто с нелюбимым человеком жить, мне надо любить кого-то. Поэтому я бросаю и беру в себе другого человека, которого я могу любить. Это концепция. Это называется вера. На самом деле природа веры такова, что душа по своей природе, она может жить только верой. Вера и вдохновение имеют духовную природу и происходят от Бога, от сверхдуши. Связь, контакт между Богом и душой дает вдохновение. И этот контакт сам по себе, то, что дает душе ощущение того, что все будет хорошо, это и есть вера. Но проблема заключается в том, что когда между душой и Богом находятся грехи, то они искажают понятие веры. И человек начинает воспринимать счастье совсем иначе. Например, душа имеет вечную природу, и она стремится к вечности. И когда наши грехи, неправильные представления о мире, о жизни, мы должны жить в духовном мире, а мы живем в материальном. Когда представление неправильное, человек думает, ну как достигнуть вечности? Он ищет вечности. И он думает, вот построи дом, и у меня придет вечность, потому что я буду защищен. Меня ничего не будет беспокоить. Сейчас я живу в съемной квартире, постоянно плачу деньги за проживание. А если у меня будет своя квартира, значит, мне платить уже ничего не надо, и я достигаю счастья в результате. Я достигаю в жизни стабильности, так думает человек. И он начинает как оголтелый работать на эту квартиру. Все силы, все, что у него есть, отдает на это. Получает квартиру, въезжает в нее. Цель жизни достигнута. А раз цель жизни достигнута, значит, его психика расслабляется, он больше ни к чему не стремится. Он становится как поросенок. И жена видит, что муж деградирует, у него пропал интерес жизни. Он как бы живет, просто наслаждается и все. И она думает, что с тобой происходит. И он сам не знает, что с ним происходит, потому что он не понимает, что он жил ради квартиры, а теперь жизнь уже не имеет никакого большого смысла. Ему надо другую цель искать. А какая у него может быть цель? Только подобная. Теперь будем жить ради машины, значит. Понимаете? Квартира есть, теперь ради машины живем. Поэтому вот эта идея, как бы такая, она очень несчастная. То есть, когда человек цель неправильно ставит перед собой, он заблуждается, он как бы... Вечность не понимает, что такое настоящее, а живет вот этими временными вещами. Он реально обкрадывает себя как личность. Почему так происходит, я вам сейчас объясню. Все зависит от того, насколько сильный эгоизм существует в нашей жизни. Эгоизм, мы на прошлой лекции говорили утром сегодня. Что такое эгоизм? У каждого человека хочет быть счастливым. Если эгоизма много в психике, то желание быть счастливым намного сильнее, чем желание отдавать счастье. Желание быть счастливым – это эгоизм, а желание отдавать счастье – это то, что приносит счастье человеку. Понимаете? Если ты хочешь быть счастливым, но не можешь приносить другим счастье, значит, ты будешь несчастным. А если ты можешь отдавать счастье другим, тогда ты будешь счастливым. То есть это количество эгоизма определяет то, как человек будет жить и вообще, как живое существо будет жить. Дело в том, что сама форма жизни зависит от количества эгоизма. И поэтому живые существа, души в телах проходят пять стадий своего развития. И эти стадии сравниваются со сном, потому что чем сильнее эгоизм покрывает душу, тем больше она в спячке находится. Сейчас я вам это объясню, вы узнаете нечто потрясающее. Первая стадия называется скрытое сознание или сознание, в котором душа спит глубоким сном. Как вы думаете, что это за виды жизни? Минералы и деревья, и растения. В минералах вообще тишина и покой. Минерал может воспринимать только энергию гармонии и света. И никакого движения в жизни минерала очень ограничено. Что такое жизнь в минерале? Я вам сейчас объясню. Вы видели, как растут драгоценные камни? Аметисты видели? Друзы аметистовые. Такие красивые на срезе. Или другие камни. Все камни так растут. Они растут как коконы. У них есть защитный слой. Есть кристаллы внутрь, которые растут. И есть почки. Они отпочковываются. То есть это форма жизни. Живое существо. Оно растет. У нее детеныши появляются. И эта жизнь длится столетиями. Жизни внутри камня. Ни света белого, ничего нет. И жизнь происходит внутри. То есть забирается вещество снаружи, преобразуется в кристалл. И внутрь этот кристалл растет. Вот такая медленная жизнь. Дыхание камня. Одно дыхание. Это десятки лет. Одно дыхание. Настолько медленно происходит жизнь. Тысячи лет. Жизнь тлится, тлеет в этом кристалле. Тысячи лет. Чем менее разумная форма жизни, тем дольше течет жизнь. Его протекает. Дальше. Жизнь в телах деревьев. Смотрите. Уже движение быстрее. Рост быстрее. Веточки быстрее распускаются. Некоторые деревья быстро растут, другие медленнее. Некоторые растения имеют много силы, поэтому они сохраняются и свое тело сохраняют, и зимой сохраняются. А некоторые растения имеют мало силы, поэтому они вырастают и потом вянут осенью. Мы видим, что семечко сажаешь, одно растение выросло и повяло, а второе осталось и дальше еще растет. А потом оно вырастает в огромное дерево, в огромную сосну. Так? Значит, много очень жизненной энергии такого живого существа. Но сознание какое у них? Спящее. Дерево спит глубоким сном. Поэтому, если вы веточку отрываете у дерева, ему больно или нет? Оно не чувствует боли. Поэтому одну веточку оторвали, две на его месте выросло. Если боль чувствуется, тогда это фиксируется сознанием. И это парадоксальная вещь. То есть, если живое существо чувствует боль, это значит, что там ничего не вырастет. Или вырастет по-другому совсем. Анекдот по этому поводу сейчас расскажу, чтобы вы не устали так сильно моей философии. Один украинец пришел к другому домой, смотрит, у него свинья на трех ногах бегает. И он говорит, слушай, а что у тебя у свиньи ноги нет? Он говорит, так как чего? Говорит, если холодец захотелось, холодца, что всю скотинку убивать? То есть, он отрезал ногу и холодец сделал. Нога не выросла. Но если у растения отрезать веточку, она вырастает больше. Больше того, согласно Айурведе, для того, чтобы дерево долго жило, надо каждый раз веточки отрезать. Потому что старение дерева происходит через ветви толстые. Ветви толстые отрезали, молодые пошли. Ствол, он как был стволом, он так и остался. А вся жизнь у дерева в ветках, правильно? Молодые ветки, молодая жизнь. Так дерево молодеет, когда ветки отрезают. Попробуйте сейчас, если руки нам отрезать, мы будем молодеть. От этого нет. Поэтому жизнь растений и жизнь животных, более развитых живых существ отличаются очень сильно друг от друга. Поэтому и кармы сильно плохой нет от того, что человек ест фрукты. Однако же, когда он ест овощи, он убивает растения. Надо следует знать, что жизнь растения находится в основании ствола. Если ты корнеплоды берешь, значит, ты выдергиваешь растение, и оно теряет жизнь от этого. То есть карма какая-то есть, но не такая сильная, потому что жизнь в глубоком сне у растений. Они не понимают, живые они или нет. То есть они просто чувствуют, что-то произошло не то. Потом следующее тело. Они попадают в следующее тело. Какая-то карма есть, но не слишком тяжелая. Дальше. Дремлющее сознание. Дремлющее сознание означает сон со сновидениями. Как во сне жизнь протекает, но это все равно сон. Эгоизм очень плотно покрывает сознание, и поэтому живое существо не может работать над собой, не может совершить бескорыстный поступок. Но при этом ум уже работает, существует. У деревьев только прана движется по ним. То есть у них даже чувство, только чувство света очень развито у дерева. Оно чувствует свет только, и все. Чувства практически не работают. Но когда живое существо попадает в животную форму жизни, это звери, птицы, змеи, рыбы, то в этом случае появляется активность чувств. Допустим, у микробов активность чувств гораздо сильнее, чем у дерева. С этой точки зрения микробы более развиты, чем у дерева. Понимаете, они активные. Амебы бегают, там всех кушают, двигаются активно. У них глаза есть какие-то, там чувствительность какая-то есть. У деревьев глаза есть? Нет. Они бегают? Нет. Размножаются? Нет. Амебы там сексом занимаются вовсю, там они размножаются уже, как бы у них есть подвижность, взаимоотношения какие-то друг с другом. Вот. У них жизнь протекает на полную катушку. Там, если под микроскопом посмотреть. Но это не развитая форма жизни. Они как во сне. У них нет активной чувственной деятельности. Если взять, допустим, рыбы, то мы видим, что рыбы, допустим, рыба плывет, у них глаза мутные, да? Если посмотреть ей в глаза, они такие. Она сквозь пленку как будто на тебя какую-то смотрит, сквозь пелену какую-то. Ну и то есть она с трудом понимает, что происходит. Она, допустим, к червяку подплыла, если съемку смотреть, стоит, стоит, смотрит, врубается. Что это такое? Можно есть или нет? Ну то есть сознание такое, очень туманное у рыб. Вот, допустим, большая рыба, тоже туманное сознание, акула, допустим, берет, ведро глотает и поплыла дальше. Ведро железное. Оно же невкусное, но оно чувствует большое что-то. Наверное, вкусное. А на раз его глотает, дальше поплыла. У акулы что только в животе не находят. Там ломики всякие, все что угодно лежит. Ну то есть сознание такое, не совсем активное. Хоть большая рыба, все равно, но дельфин — это уже не рыба. Дельфин — это млекопитающее, это животное. Понимаете, акула — рыба, а дельфин — животное уже. Это не рыба. Скармливает молоком своих детей дельфины. Другая форма жизни. Поэтому сознание выше, интеллект больше. Акул не сильно подрессируешь, а дельфины дрессируются. Дальше. Земноводные. Уже начинают такие, смотрят активные такие, все понимают. У них страх уже более выражен в глазах. Улыбки еще нет на лице. То есть улыбаться они могут, допустим, ящерицы. Но, по крайней мере, они осознанно так реагируют на все. То есть чувство самосохранения больше развито. Они прыгают, бегают, дерутся за территорию. То есть более активно, чем рыбы живут. Это сознание называется дремлющее. Все виды вот этих живых существ, у них разное сознание, но идея одна. У них активизируется все больше ум, умственная энергия и чувства. А разум не работает все равно. Самая высокая форма такой жизни — это домашние животные. Они уже стремятся к человеку и рождаются в такой форме жизни, чтобы быть ближе к интеллектуальным живым существам. В следующей жизни они рождаются людьми. Кошки, собаки, коровы и так далее. Они рождаются людьми. Чем больше животное отдает человеку, тем более разумной форме жизни оно рождается. То есть коровы получают благостное тело человека. Обезьяны страстные. То есть домашние животные ближе к человеку очень сильно, приближаются к человеку. Итак, если взять, допустим, животное и попытаться тонкое строение его определить, что мы увидим? Мы увидим развитый ум. Не настолько развитый, чтобы логическое мышление и память как бы… Но память работает, но нет логики. Логика означает связь ума с разумом. Разум не работает, поэтому логики нет. Но эмоции очень сильно проявлены. Если кошку кто-то дома держит, видит или собаку, она проявляет все эмоции человеческие. Она улыбаться может, она может радоваться, может печалиться. То есть она полностью ведет… Веда описывает, что животные, вот такие развитые, они ничем не отличаются от грудных детей по сознанию. Вот грудные дети точно такое же сознание имеют, как животные по развитости. Но дети быстро преодолевают это сознание, потому что душа в теле ребенка имеет более чистую природу. Поэтому быстро проходит эту стадию и развивается. А животные, они остаются на этой стадии. Ум работает, чувства работают, разум не работает. Это означает неразумная форма жизни. Следующий вид сознания – пробуждающееся сознание. Пробуждающееся сознание имеют люди с низкими моральными качествами. Допустим, люди, где слабая культура. Но не только эти люди. Мы сейчас будем разбирать этот момент. Смотрите. Человек, допустим, родился в племени инчичунов. Они там бегают с копьями. Все нормально. У них есть какая-то культура, но достаточно примитивная. В некоторых племенах дедушка состарился, съели. То есть немножко диковатая жизнь. Диковатая. То есть принципы есть моральные, но немножко такие дикие. Или там чукчи, допустим, в юрте сидят, смотрят на… Запросы жизни ограничены. Рыбу поймали, съели. То есть нет таких склонностей к образованию серьезной. Смотрят на тундру и все, сидят. Что в тундре происходит. То есть человек вроде бы, но как бы может бескорыстие проявлять, чистоту. Но как бы развитость не такая сильная, как, допустим, у людей, которые в более культурной среде живут. Дальше. Веды причисляют аморальных людей к этой же категории. Они говорят, что если человек не имеет совести, это значит, что у него пробуждающееся сознание. Ну то есть что значит пробудившееся сознание? Это значит, что сознание контактирует с сверхдушой, с голосом совести. Что значит пробудившееся сознание? Это значит, что есть контакт с энергией Бога. Если нет этого контакта, значит человек живет тоже в полусне. То есть у него жизнь, она имеет какие-то идеи, интересы, но ничего общего с чем-то возвышенным у него нет у такого человека. Смотрите, допустим, атеисты тоже самое. Они как бы вроде бы так, ну все, живут по чести там все, но совести нет. У человека он не знает, зачем ему правильно все делать. Но имеется в виду не коммунисты, а атеисты. Понимаете разницу? У коммунистов какая-то совесть была. Она была коммунистическая. Сложно понять, что это за вид совести, но была. Перед страной, перед светлым будущим, вера в светлое будущее. Это тоже вера в Бога фактически, только искаженная. Итак, пробуждающее сознание означает, разум есть, но он не функционирует бескорыстно. Он работает просто на уровне корысти. Это люди, то есть животные не могут быть в пробуждающемся сознании. Четвертый уровень — пробудившееся сознание. Это значит, что голос совести на полную катушку у человека работает. Он совершил неправильный поступок, раскаивается. Совершил правильный поступок, думает, что все нормально. Этот человек стремится к постижению своей духовной природы. Он чувствует, что есть Бог. Он верит, что есть Бог, чувствует это. Он чувствует, что этот мир справедлив, что смерти нет, что есть следующая жизнь. Он это чувствует, что он не чувствует, что он помрет и все. Человек склонен заниматься самосовершенствованием. он ведёт благочестивую жизнь и так далее. Это признак пробудившегося сознания. Есть ещё полностью бодрствующее сознание. Пробудившееся означает, как человек утром проснулся, он глаза протёр, уже вроде соображает, но ещё не совсем. Пробудившееся после сна. И бодрое сознание означает, что человек достиг любви к Богу. Он чувствует себя душой, он чувствует себя вечным существом, он чувствует, что надо жить абсолютно бескорыстно. У него нет никакой идеи обманывать, делать подлости, глупости. Он испытывает счастье от того, что помогает другим. Он готов пожертвовать свою жизнью на то, чтобы все были счастливы. Он понимает, что жизнь предназначена для служения Богу, а не для того, чтобы на ней наживаться и так далее. Вы поняли пять уровней сознания? Чем меньше эгоизма в сознании, тем оно чище. Полностью бодрое сознание означает, что нет эгоизма. Тю-тю. Человек абсолютно бескорыстный. Он чувствует свою вечную природу, он живёт как душа. Я не тело, я душа, а жизнь прекрасна, хороша. То есть другое восприятие жизни совсем. Последовательность развития чистого сознания. Первое, что человек должен в себе развивать, это бескорыстие. Надо учиться жертвовать, учиться желать всем счастья. Бескорыстие может быть в поступках, означает что-то отдать людям. Бескорыстие может быть в уме, желать всем счастья. Бескорыстие может быть в разуме, поставить возвышенную цель перед собой в жизни. Не корыстную, а возвышенную. Дальше. Когда человек развивает в себе бескорыстие, следующий этап его развития, у него появляется возможность быть правдивым. Правдивость означает, что человек очень чётко чувствует контакт со сверхдушой, с совестью. То есть очень глубокое понимание, что жить надо честно. Почему люди иногда обманывают неправдивые, в чём причина? Они не понимают, зачем это надо, быть правдивыми. У них нет идеи. Они не понимают, зачем всем всё говорить правду. Надо всё скрывать. Почему? Потому что жить будет легче. Но жена не знает, что я изменил. Ничего страшного, всё хорошо. Она меня любит, я её люблю. Я продолжаю изменять. У нас счастливая жизнь с ней, всё. Ты счастлив, его спрашиваешь? Он говорит, конечно. У тебя хорошая семья? Конечно, хорошая. Всё нормально. Потому что он сам себя обманывает точно так же, как и жену. Какая хорошая семья, если ты её дуришь каждый день? Но человек не понимает, почему. Потому что он считает, что в правде нет смысла. И поэтому он сам себя обманывает. У него давно уже нет женой искренних отношений. Потому что как ты можешь искренно относиться к человеку, которого ты дуришь каждый день? Правильно? Невозможно. Нет искренних отношений. Но человек сам себя обманывает тоже. И он говорит, а у меня на самом деле всё хорошо. То есть он не слушает, нет контакта с голосом совести. Правда, это что такое? Это полная гармония с совестью, с Богом. Ты правильно живёшь, чувствуешь, правильно живу. Неправильный путь встал, совесть сразу говорит, ты что делаешь, дурак, остановись. И человек мучается, он раз встает на правильный путь, успокоился, всё. То есть голос совести услышан, человек пострадал, помучался, успокоился, всё нормально. Правдивость что развивает? Правдивость даёт постоянный контакт с совестью. Как потерять контакт с совестью? Начать лгать. Как установить контакт с совестью? Постоянно быть честным перед собой, перед людьми. Учиться честности. Поступил неправильно? Раскайся, скрипи зубами, раскайся. Сделай правильный вывод по поводу своего поступка. Не бойся, это тебе поможет в жизни, не помешает. Допустим, жена изменила мужу. Чувствует, скажу, бросит. Хорошо, не говори. Раскайся. Раскайся в этом поступке, никогда больше не совершай. Проси мысленно прощения своего мужа. Придёт время, ты психически будешь готова. И он, когда тебе придётся, это всё равно сказать. Так или иначе сказать придётся. Может быть, не сразу. Но не думай о том, что скрывать лучше. То есть иногда человек сразу может правду донести другим. Иногда не может, у них хватает силы. Но зато он должен двигаться в этом направлении. Это называется путь к совести. Когда человек путь к совести прошёл свой, нужный, что возникает в его жизни? Вера в Бога. Потому что, чтобы в Бога верить, для этого надо его чувствовать. Человек может чувствовать Бога только тогда, когда он с Ним соприкасается. Соприкоснуться с Богом может только честный человек. Никогда обманщик Бога не почувствует. Потому что энергия Бога для него полностью закрыта. Поэтому следующее, что в человеке развивается после правдивости, это вера. Он начинает верить, что есть высшие силы, что есть Бог, что есть что-то возвышенное, чистое, что есть высшие законы и так далее. Как только он это начинает в полной степени чувствовать, что приходит в его сердце? Смирение. Потому что он знает, что раз есть что-то выше, значит, что дёргаться? Надо признать это. Так? Если есть святой человек, надо признать его власть над собой. Это называют смирение. Человек признаёт власть Бога, власть святых людей. Он становится смиренным. Почему? Потому что он верит, что это так. А вера приходит от контакта с Богом. Он начинает чувствовать, он видит эти законы, он чувствует, что это работает, что есть святость, есть сила в этой святости, это всё сильнее меня, это мне поможет, я должен подчиниться, и это сделает мою жизнь счастливой. Человек начинает реально это чувствовать, не то, что это выдумка какая-то, он реально чувствует, что это есть, это работает. И это даёт смирение. Когда человек становится смиренным, смирение — это основное проявление чистоты разума. Как только человек становится смиренным, эгоизм или гордость в разуме полностью пропадает, а только гордость заставляет человека грешить. Поэтому, когда человек становится смиренным, через какое-то время он перестаёт грешить. Он начинает жить чистой жизнью. Как только чистая жизнь достигнута, немедленно человек начинает испытывать счастье, делая что-то для других. То есть только в чистом состоянии можно с любовью трудиться для других и испытывать огромную радость от такого труда. И такое состояние называется истинное трудолюбие. Он достигает истинного трудолюбия благодаря того, что грехов стало меньше внутри, благодаря тому, что он перестал гордиться собой. Когда человек трудится, трудится на пользу других, он начинает чувствовать, что жить для себя — это вообще просто глупость, полная бессмыслица. И человек достигает понимания, что такое самопожертвование. И когда человек достигает этого понимания самопожертвования, следующий этап его развития заключается в том, что он понимает, то есть вот это вот очищение, желание жертвовать собой дает ему еще большую веру, еще большую связь с Богом. И эта связь делает его психику очень решительной, решимой. То есть вот это энтузиазм и решимость — это... ...ток развития веры в человеке. То есть человек чувствует присутствие высших сил и полностью со всей силы хочет им предаваться. То есть смотрите, какой путь. Сначала жертвуем что-то людям. А это дает нам возможность почувствовать Бога, чуть-чуть почувствовать Бога. И это развивает в человеке совестливость или правдивость. Когда человек становится правдивым, он усиливает контакт с Богом и появляется вера в Него. Как только вера появляется, ты чувствуешь, что есть что-то возвышнее, «Чище тебя» — появляется смирение. Смирение рождает способность поступать, правильные поступки делать. То есть развивается безгрешность, чистота внутренняя. Это дает возможность быть счастливым от того, что ты делаешь для других. Начинаешь развивать истинное трудолюбие, которое рождает самопожертвование. А самопожертвование рождает желание отдать все, то есть решимость достижения высшей цели. И так человек устанавливает очень прочный контакт с энергией Бога, с чистой силой, который называется вера. Существует четыре способа контакта с Богом. Четыре способа всего существует. Первый способ — наблюдать, пытаться видеть энергию Бога, чувствовать ее. Это называется медитация в восточной практике. Или созерцание, допустим, других, ну, в нашем русском языке. Медитация — это слово санскритское. Ну, как бы само не санскритское, но идея оттуда идет, из востока. А созерцание, идея идет больше от христианства. И то, и другое — это абсолютно одно и то же. Речь идет о восприятии Бога. Медитация не означает просто ничего не видеть, не думать, просто сидеть, закрыть глаза и балдеть. Это не медитация. Это называется балдеж. Медитация означает пытаться видеть совесть, чувствовать совесть, чувствовать истину в себе. Медитация означает настраиваться на чистоту, на присутствие Бога в твоей жизни. Медитация означает жить по законам Бога, пытаться никогда не отклоняться от этого всего, быть очень бдительным по отношению к тому, что у тебя внутри присутствует Господь. Ну, допустим, обычные люди как придут, как живут? Домой пришел, штаны снял, без штанов ходишь, никого нет. Но если человек изучает, наблюдает, он замечает, что никого нет, кроме Бога. Бог-то остался здесь все равно, он никуда не убежал. Без штанов поэтому ходить как-то не очень хорошо, когда Бог здесь сидит. И он штаны не снимает один дома, ходит в штанах. Понимаете, о чем я говорю? Он наблюдает, что Бог есть, начинает чувствовать. Он даже один не делает глупости, потому что чувствует, есть Бог, есть совесть. Нельзя делать глупости, все равно я не один. Мы в этом мире по одиночку не оставляем, не остаемся. Всегда есть свидетели, которые смотрят за нами, видят, что происходит. Человек может в этой медитации увидеть Бога вообще, реально почувствовать его, увидеть. Это реально, но не в нашу эпоху. Для этого надо, чтобы чистая атмосфера вокруг была. Для того, чтобы увидеть Бога, надо жить абсолютно чистой жизнью, быть монахом, то есть отречься от всего материального и постоянно думать о Боге, медитировать на Него. Это очень трудный путь, труднодостижимый в наше время. Следующий путь, тоже труднодостижимый. Как можно почувствовать Бога? Это аналитическое опознание истины. Вот сейчас мы занимаемся этим. Мы с вами что делаем? Анализируем эту жизнь. Мы анализ проводим всему, что происходит. В этом анализе человек может догадаться, что есть высшая истина, что он душа, догадки могут прийти. А некоторые люди с помощью такого анализа реально приходят к высшей истине. Но это очень тяжелый путь, очень тяжелый. Для этого человек должен отречься от всего. Его ничего не должно волновать. Дальше. Бескорыстная деятельность на благо всех живых существ приводит к тому, что человек достигает ощущения Бога. И этот путь тоже очень тяжелый, потому что от бескорыстной деятельности человек может начать гордиться с собой, думать, что он такой крутой, бескорыстный весь. Единственный путь — это когда человек просто служит законам Бога и самому Богу, то есть он пытается служить законам Бога. Этот путь в нашу эпоху самый легкий. И самый быстрый способ начать служить Богу — это молитва. Просто когда человек молится, он устанавливает связь с Богом. Как один, ну то есть мой духовный учитель сказал, молитва означает, что ты набираешь телефон, номер, Богу звонишь. Алло! Звонишь постоянно Богу, связь устанавливаешь, звонишь. И когда ты зазвонился, он тебе говорит, делай то-то, то-то из сердца. Ты кладешь трубку, начинаешь делать. Называется служение Богу. Сначала ты звонишь, молишься, звонишь, звонишь, звонишь. Потом он говорит, я на связи. Тебе надо, гад такой, жену перестать мучить. А, все, положил трубочку, начал пытаться к жене нормально относиться. Но ты это уже не для себя, а для Бога делаешь. Это называется служение Богу. Человек это делает не потому, что он хочет балдеть женой, а он хочет, потому что Бог ему в сердце дал такое знание, что так надо жить. Называется служение Богу. Оно приводит к очень быстрому сжиганию грехов и обретению духовной платформы внутренней. Самый высокий уровень жизни. С чего вера начинается, как вы думаете? Вера начинается всегда со страдания. Если человек хочет поверить во что-то правильное, он должен отказаться от той веры, которая у него уже есть. Внутри же есть какая-то вера. Допустим, человек верит в бутылку. Он ставит перед собой бутылку, он чувствует, что спокойно стало. Хорошо. Никуда не тянет, все нормально в жизни, ничего не нужно. Назначает, что он верит в бутылку. Бутылку убрал сразу. Где бутылка? Куда? Когда магазин спиртной открывается. То есть человек начинает беспокоиться, ему тяжело жить становится. Значит, он верит в бутылку. Надо преодолеть эту веру. Это означает страдания всегда. Вера, поменять веру — это всегда страдания. Поэтому человек пытается изучать, общаться с кем надо. Как человек может поменять веру? Только с помощью других людей, которые имеют другую веру, человек может поменять свою меру. Сам себя из болота не вытащишь за волосы. Надо, чтобы тебя кто-то потянул. То есть разум, вкус к счастью не меняется самостоятельно. Только чужой вкус к счастью, когда мы перенимаем, мы меняем свой. Поэтому человек должен общаться с теми людьми, которые имеют другой, более высокий вкус к счастью. И от этого общения меняется твой вкус к счастью. И ты как бы меняешь свою направленность жизни, свою веру. Люди боятся, а вдруг правда поменяют, что я туда на лекцию хожу вообще. А куда я потом поменяю? Может меня куда-то затягивают? Так вот, вера на самом деле это не процесс слепой, поймите. Вера это процесс очень глубоко научный. И никто никого не может здесь затянуть. Как раз в этом и заключается проблема, что некоторые люди не хотят эту науку изучать. И поэтому они приходят куда-то, им говорят, делай так-то, люби Бога так-то, все, ты теперь на правильном пути. У него глаза квадратные, он и пошел. Это называется фанатизм. Никакой веры здесь нет, потому что человек увидел какие-то противоречия, и он как шел, так и споткнулся. И он дальше уже не может идти, потому что такой путь он не имеет, человек слепой, он без зрения. Слепой человек идет по улице, идет, он уверенно идет, думает, все, ему говорят, иди за мной, иди за мной, все нормально, все хорошо. Потом он спотыкается, бац, лбом об асфальт. Встает, блин, обманули. Он слепой, он не знает, что он правильно шел. И он назад идет, уже не верит, потому что ему больно стало. Он споткнулся. Поэтому вера — это не то, что вот это вот просто надо на слово поверить. Поверила, поверила, и больше ничего. Понимаете? Нет, это не то немножко. Вера — это способ познания мира. Человек изучает. Вера означает изучение. Мое — это не мое. Надо изучать, смотреть, что происходит, как это действует, нравится мне это или нет. То есть человек изучает. Поэтому смотрите, у вас в Риге, я нигде, никогда в мире такого не видел. У вас уникальнейший город. Потому что здесь есть радуга, в этом городе. Реклама радуги. Почему? Потому что, смотрите, вам и это предоставляют учения в самом лучшем виде. И это учение, и то, и другое. И везде самые лучшие люди приезжают и дают вам концерты, знания всякие. И вы все это слушаете. Я нигде такого не видел. Потому что везде, если кто-то проводит, только внутри своей конфессии какой-то. Понимаете? А то, что проводили вот так широко, и как бы вас знакомили со всем. Я вот первое место, я столько езжу, и больше нигде такого не видел. Это уникально на самом деле. Вы знакомы? Я даже такого не знаю всего. Я не могу так много сказать о разных направлениях духовных, сколько вы знаете. И вы будете знать, если будете все изучать, ходить. И у вас есть хороший способ выбрать свое направление. Вы смотрите, изучаете и выбираете потом. Вера начинается со страдания, заканчивается всегда счастьем. Когда человек уже выбор сделал, у него счастье приходит в жизнь. Жизнь сильно меняется от этого. И надо понять такую вещь, что когда выбор сделан, тогда надо уже идти этим путем. Надо попробовать его в полной степени. Нельзя так прыгать, понимаете, как белка в колесе. С одной деления на другое. То есть выбор сделан, иди уже, не отворачивайся. Одна православная монашка написала мне письмо. Говорит, я живу в монастыре православном, слушаю ваши лекции. Мне они очень понравились. А здесь, в монастыре, я себе выбрать никого не могу. Может мне уйти из монастыря, как бы веру поменять свою? Я ей ответил в письме. Я говорю, неужели в вашем монастыре нет ни одного чистого и светлого человека? Почему вы не можете брать ни у кого наставление? В чем причина? Она мне ответила, что чистые и светлые люди есть. Но как-то они мне не нравятся. Я ответил, говорю, но это же ваша проблема. Причем тут монастырь? Причем тут вера? Это же, говорю, ваша проблема. Вы просто настолько эгоистичны по природе, что вы не можете просто подчинить себя кому-то. Почему вы же думаете тогда, что вы подчините полностью меня, себя, моим лекциям? То есть вы поближе со мной познакомитесь. Если в монахах она нашла недостатки, не может себя подчинить, то я вообще не монах. Во мне недостатки найти. Во! Один раз посмотреть, там и все, и достаточно. Я говорю, оставайтесь в монастыре. Попытайтесь найти себе там наставника и преодолеть эту проблему. И дальше идти путем своей веры. И не занимайтесь фокусами никакими. И она ответила, спасибо, я все поняла. Ну, пошла этим правильным путем. Человек выбрал свой путь, особенно так сильно. Он уже тоже монах, монашка уже прошла все эти этапы происпытания. Надо дальше продолжать. Не нужно никуда скакать. Это все глупость. Итак, паутина нашей судьбы прикрепляется к цели жизни. Цель жизни — это определенный вкус к счастью. Есть благостные вкусы к счастью, страстные, невежественные. Невежественные вкусы ведут к деградации. Это тоже счастье, ощущение счастья. Извращение, извращенный секс — тоже ощущение счастья, но это приводит к деградации. Изнасиловать, убить человека — тоже своего рода счастье, но это приводит к деградации. Итак, вера прикрепляется к цели жизни. Цель соткана из энергии счастья. Знание о том, где находится цель — это знание движет нас по судьбе. Желание ползти под паутиней возникает в результате того, что мы чувствуем счастье через веру. От той энергии, знания, которая присутствует. Мы чувствуем счастье, поэтому мы хотим... Человек может жить только для счастья. Мы не можем жить без счастья. Поэтому счастье нами движет. И вот это вот ощущение энергии счастья дает решимость и энтузиазм двигаться в этом направлении. И эта решимость и энтузиазм возникают в результате веры и сильном внутреннем восприятии своей цели. А сила воли человека — это способность двигаться вперед. То есть она рождается энтузиазмом. Поэтому без цели в жизни, без веры жизни нет. Бывает так, что женщина, допустим, верит в то, что она должна вырастить своего сына. Она выращивает сына. Тем временем, когда ему наступает половой период, сын отделяется от нее и начинает жить для себя. Мать испытывает состояние шока полного. Она жила для сына, все ему отдавала. А он перестал обращать на нее внимание, начинает обращать на девочек внимание. В результате что происходит? Она впадает в депрессию, потому что это была целью ее жизни. Цель потеряна. Что происходит с ней? Она впадает в депрессию. Она не знает, не видит смысла жить. Так как цель потеряна, в результате наступают функции старения в организме, начинает все стареть. Почему? Потому что человек живет или для жизни, или для смерти. Или человек стареет, или человек молодеет. Если у него есть цель в жизни, психическая энергия поддерживает жизнь в нашем организме. Если цель потеряна, жизнь увядает. Допустим, мы можем знать пример, такой видеть пример, что когда один пожилой человек умирает, второй уходит за ним очень быстро. Почему? В пожилом теле и так жизнь еле теплится. А если еще психический удар, человек теряет цель, он жил для близкого человека. Они пожилые люди обычно друг для друга живут. Я не говорю про духовно зрелых людей, просто про обычных людей. Они живут, живут друг для друга. Один раз помер. Для кого жить второму? Он чувствует, что жизнь пустой стала. Пожил в пустой пустоте немножко и помер. Почему? Потому что организм идет к разрушению. В пустоте жить невозможно. Поэтому очень важно понять, какую цель ты выбираешь. Потому что неправильно выбранная цель приводит к страданию. Если человек, допустим, выбрал свою целью любимую, то любимая бросила его, и все. Человек покончил жизнь самоубийством. Означает неправильно выбранная цель. Как проявляется правильная вера? Правильная вера проявляется в том, что человек очищается. Есть признаки правильной веры. Человек не может сам очищаться. Ему нужны старшие. Если у человека есть старшие, он слушает кого-то, у него есть наставники, значит, у него правильный путь. Люди в благости верят с помощью старших и с помощью знания. Люди в страсти верят самим себе. Они верят в себя. Люди в страсти верят в себя, но доверяют государству и доверяют тому способу жизни, в котором они живут. Понимаете? Они доверяют обществу, но верят себе люди в страсти. А люди в невежестве верят только себе и вообще никому не доверяют. То есть видите разные типы веры. Человек в благости верит наставнику, человек в страсти верит в себя и доверяет обществу. Он верит в законы общества также. А человек в невежестве, он доверяет только себе и никому вообще не доверяет. Он сам создает законы. Он говорит, как я сказал, так и будет. У него такие законы. То есть видите, вера ему определяется по тому, как человек относится к себе и к другим. Что такое неправильная вера? Если человек очень сильно настроен, его колбасит, если он, допустим, потерял работу, если он не купил какие-то шмотки, если он не достиг своего жилья, если ему отказали в сексе, его колбасит. Это значит, что у него престижа нет, он потерял престиж, его колбасит. Значит, что неправильная вера в сердце. Конечно, все эти события огорчают, но есть разница между огорчением и надломом. Допустим, человек потерял квартиру, его это огорчило. Через некоторое время он успокоился, дальше живет счастливо. Ну ничего страшного, потерял, потерял. Но если человека сломало это, это значит, что он в нее верил. Вера и, понимаете, доверие и вера — это разные вещи. Вера, на ней основана жизнь. Поэтому человек не должен верить в квартиру, в жену и так далее. Он должен верить в Бога, во что-то более высокое, что никогда не сломается в жизни. Дело в том, что чем выше человек ставит цель перед собой, чем больше счастье идет от цели, тем вера становится сильнее, энтузиазм больше, возможности преодолевать свои плохие черты характера больше, и человек меняет свою жизнь быстрее. Поэтому, по тому, какая у тебя вера, можно определить, ну по тому, как ты развиваешься в сторону веры, можно определить, насколько высокую цель жизни ты выбрал. Если ты чувствуешь, характер не меняется, привычки не меняются, жизнь не меняется, ничего в твоей судьбе не меняется, это значит, что ты неправильно выбрал веру. То есть твоя вера не имеет большого влияния на тебя, или ты веришь не в то, что нужно. Понимаете? То есть надо разобраться. Если как разобраться, допустим, ты видишь, рядом с тобой человек находится, который все меняется. У него такая же, как у тебя вера. Это значит, что ты неправильно относишься к этой вере. У тебя нет глубокого изучения этой веры, ты неглубоко относишься к работе над собой, ты неглубоко, несерьезно слушаешь наставников, ты как бы не погружаешься в этого все, а просто поверхностно, внешне как бы воспринимаешь эту жизнь, вот эти вещи. Как соотносится вера и свобода выбора? Дело в том, что некоторые люди считают свободой выбора свои желания. Например, человек говорит, я свободный человек, поэтому иду и на дискотеку, и мне все по барабану. Я хочу идти на дискотеку, иду на дискотеку, потому что я свободный человек. Но если разобраться, почему ты идешь на дискотеку, в чем причина? Причина заключается в том, что у тебя туда тянется твое половое желание. Так если ты идешь на поводу своего полового желания, в чем заключается тогда своя свобода? Ты свободный человек или нет в этом случае? Нет, ты раб своего желания. Как это проверить? Хорошо, попробуй не пойти на дискотеку. Попробовал не пойти, все равно пошел. Никакой свободы нет. Полная порабощенность. Некоторые люди думают, что если они удовлетворяют свои желания, значит, они свободные люди и живут в свободной стране. Что значит, живут в свободной стране? Удовлетворяют свои желания согласно законам страны. Свобода выбора работает таким образом. Но это не свобода выбора. И это не свободная страна. Потому что что такое свобода выбора? Если ты можешь себя оградить от желания, значит, ты свободный. Допустим, тебе захотелось изменить жене, ты зубы скрепил и не пошел. Значит, ты свободный человек. Ты можешь управлять своей судьбой. Судьба тебя заставила, а ты не сделал. Давайте разберемся, откуда берутся желания. Веды объясняют, что желания берутся из прошлого. Все наши настоящие желания, я чего-то захотел, все идут из прошлого. Они из прошлой судьбы возникают. Поэтому, соответственно, если желание возникло, первое, что человек должен сделать, это его сконтролировать, попытаться ограничить себя от него. Допустим, человеку захотелось куда-то там пойти. Надо сначала разобраться, куда. Для этого надо успокоить себя. Сказать нет. Допустим, вы сейчас к лекции придете. Женщинам захочется тортиков, мужчинам плова. Допустим, надо сказать нет. Стоп. Сейчас разберемся. Лекции слушаем. Тортики на ночь. Получается ожирение, нарушение сна, токсины, там и все прочее. Обойдусь без тортика сегодня. Этот гад очкарик мне все испортил. Все, вы ложитесь спать спокойно. Это называется самоконтроль. Понимаете? Когда человек с помощью разума, он себя ограждает от ненужного поступка. Тогда вы скажете, но спать не могу, голодный. Что делать? Попейте молочко с сахаром, с медом. Поешьте сухофруктов. Если не хочется, поешьте овощи тушеные, не сильно соленые, не сильно сладкие, не сильно кислые. И нормально будете спать. Ничего не будет страшного. Все будет хорошо. А? Не будете спать? От овощей не будете? От чего только? От мяса? А? От тортика спать только будет? Сейчас подумаем. Вам, значит, сладкого вкуса не хватает. Вам надо молочко с очень большим количеством меда пить вместо тортика. Просто очень сладкое молоко. Вам, значит, сладкого вкуса не хватает. Тортик не надо, потому что там зерна есть, и они тяжелая пища будут перегружать. Итак, свобода выбора заключается в том, что человек преграждает путь своей кармы с помощью своей силы внутренней. Но самый лучший способ преграждать путь кармы – это прегрошать его с помощью вкуса. Надо понять, что ты можешь ограничить чувственную деятельность силой. Это на время, и ты себя спасешь. На время. Но все равно чувства будут торта хотеть потом. И каждый день все больше, больше по вечерам. И потом ты скажешь, да пошли они все нафиг! Наедаешься торта, лучше я помру! И как бы наедаешься торта и ложишься спать спокойно. Почему? Потому что у тебя вкус к счастью есть определенный, и ты не можешь от него никуда деться, и силой себя не остановишь, понимаете? Поэтому существует другой метод, который более сильно и четко и хорошо работает. Этот метод, человек контролирует себя с помощью другого вкуса. И этот вкус должен иметь более чистую, возвышенную природу. Например, человек, допустим, привык на ночь есть торты. Но если он попробует, допустим, читать книги о жизни святых, с помощью этих книг он получит более нектарный, такой чистый вкус внутрь. Ему достаточно будет просто горячего молока с медом. Вот стремление ко рту пропадает. Почему человек ест, допустим, на ночь? Потому что ему хочется счастья. А если он получает энергию счастья от чьей более возвышенной деятельности, то менее возвышенная деятельность не так сильно уже беспокоит, понимаете? То есть, допустим, когда человек получил ощущение, что на самом деле мне очень нравится быть верным своей жене, потому что отношения углубляются, они становятся более чистыми. Ты чувствуешь в этих отношениях какую-то более высокую чистоту, и смысл жизни тоже становится более глубоким, потому что два человека больше раскрываются в высшем каком-то друг перед другом. И ты видишь в нем близком человеке удивительное создание такое, которое рядом с тобой живет, то к разврату вкус всякий пропадает вообще. Ты видишь, девушки красивые там ходят, очень красивые, очень сладкие, вкусные, не кислые. Видишь все это. Видишь, от них исходит такой нектар, как бы из тома. Думаешь, сейчас бы обнять такую девушку. И потом вспоминаешь свою жену. Даже заволновался этот. Я не знаю, что это такое. Вот. Не думаешь. Не хочу. Мне вот эти отношения более высокие, дороже в тысячу раз, чем вот эта вот пошлость, пусть даже с красивым человеком. Зачем? Какой смысл? Если это чище, это слаще, это вкуснее. Более высокая чистая жизнь вкуснее. Человек выбирает более высокую жизнь. Но есть еще более высокие вещи. Допустим, монах. Он же точно так же видит девушек красивых. Он вообще не женат. Он может просто взять да и жениться. Он ничего вроде бы, ничего плохого не делает. Однако, он чувствует бесконечно больше вкус к Богу. Он чувствует этот вкус очень сильно. И он думает, не буду жениться. Я вам приведу такой пример. Один мой знакомый человек, он отреченный образ жизни ведет. И его просто он полюбил сильно девушку одну. Пришел к своему наставнику и говорит, полюбил сильно, не могу. Пойду, хочу жениться. Хочу знакомиться, жениться с девушкой. Он не общался с ней, не просто полюбил. Говорит, хочу вот так вот. Ничего не сделаешь. Наверное, у меня не монах по природе. Я не отреченный человек. Наставник говорит, конечно, правильное решение. Очень правильное. Но сейчас мы с тобой кое-что попытаемся разобраться. Давай, как бы сейчас мы... Ну просто мы же серьезные люди. Давай распланируем твою жизнь сейчас. Перепланируем в соответствии с тем, как ты будешь жить дальше. Он говорит, конечно, надо это сделать обязательно. И его наставник рассказывает, ему говорит, молитву придется сократить до двух часов. Почему? Потому что надо же о жене заботиться, работать. Тебе придется пойти на работу, деньги зарабатывать. Поклонение Богу придется сократить. Вот твое служение в храме придется сократить до одного часа. Там это сократить на столько-то, это на столько-то. Этот монах сидел, сидел, слушал, слушал. И он чувствует, что ему на служении Богу вообще времени остается. Как бы он полностью это теряет. И это четко ему объяснил наставник. Прямо расписал по часам. Он говорит, тебе надо вот столько-то работать, чтобы зарабатывать на семью и так далее. И он говорит, я разлюбил. И пошел назад. Это правда. То есть у него все отвалилось. Он говорит, да зачем это? Столько счастья терять в своей жизни. Он потому что был счастлив, служа Богу. Он просто счастлив, неимоверно был. И он думает, столько счастья терять невозможно. Это уже достаточно высокий уровень сознания священника, при котором его уже не будет волновать. Я вам еще один случай расскажу, когда сознание еще более высокое у человека было. В Индии жил один святой великий, который постоянно думал о Боге и служил ему. И его служение в храме заключалось в том, что он рвал цветы, делал гирлянды и украшал алтарь таким образом. И правитель в этой местности, он решил проверить этого святого. И он взял одну очень красивую женщину-проститутку, как бы заплатил ей деньги, и сказал, иди раздетая, находись вот в этом месте, там один монах будет собирать цветы, ты должна его соблазнить. И она пошла, встала, начала смотреть на него так, наблюдать за ним. И в Ведах описывается его мышление, как он мыслил в это время, насколько он был поглощен в служении Богу. И он такой, как бы, и описывается его мышление. Он такой думает, вот это вот красивый цветок, вот это вот красивый цветок, вот это очень красивый цветок, идет, собирает, смотрит, женщина голая стоит, Вот это не цветок, вот это вот очень красивый цвет. Когда она это увидела, она просто глазам своим не поверила, что мужчина может так на нее среагировать. И она ушла оттуда просто, отказалась от своего гонорара. Она не смогла ничего с ним сделать. Вот это такой уровень святости у человека. Это очень высокий уровень. Имитировать невозможно. То есть это признак высокой развитости сознания. Как относится человек к трудностями судьбы? То есть как вера влияет на трудности судьбы? Первое, что нужно понять, чем больше человек связан с Богом, тем больше силы недоброжелателей, тех людей, которые хотят ему что-то сделать плохое, тем больше они ослабевают эти силы. Ну то есть надо понять, что мы как единая система живем в этом мире. И если человек излучает, он как лампочка, он излучает из себя свет, то все, кто пытаются тьму на него как бы навалить, они все растворяются. Понимаете, достаточно одного солнца, чтобы на всей Латвии был день. Так? Так, вся тьма уходит немедленно. Точно так же человек, который усиливает внутреннюю веру, все препятствия в жизни, они растворяются под силой его собственного внутреннего света. Понимаете, о чем я говорю? То есть это реально влияет на судьбу. Чем больше человек устремляется к чему-то светлому и сильному, тем меньше те препятствия, которые раньше влияли на него сильно, они ослабевают, меньше влияют на него. Ну, допустим, начальник ненавидит его. Если у него связь с Богом усиливается, у человека, то нектар, который исходит от него, этот свет, он увеличивается. И начальник начинает чувствовать, что ему уже не хочется мучить этого человека. Ему хочется думать, ну, Бог с ним пусть делает, что хочет, живет как хочет, ничего страшного. Понимаете? То есть чем больше человек обретает внутренней этой работы, связи с Богом, тем препятствия в его жизни больше ослабевают. То есть меньше ненависти, меньше злобы к нему. Это все происходит на тонком плане. Это реально можно почувствовать, когда человек таким образом… И поэтому есть два способа сражаться с судьбой. Первый способ – люди своими силами пытаются победить. Какие-то связи используют там и все прочее. А второй способ – человек просто молится, и все само срабатывает. Я очень сильно в своей жизни испытал это, очень сильно. Я в январе ездил в святое место, и я, как обычно, два часа молюсь. А там в январе, когда я находился в этом святом месте, 10 дней я молился по 6 часов в день. Вот 6 часов непрерывной молитвы. И очень много моментов в своей деятельности, связанных с тем, как дальше жить, что делать, были решены. Много моментов в своей судьбе я решил с помощью этой молитвы. Но я вам сейчас расскажу один уникальный случай, который произошел именно в это время. Я совершал эту молитву. У меня были определенные трудности в лечении злокачественных опухолей. То есть очень трудно как бы поддавалось это все. То есть я разрабатываю эти методики, очень трудно поддавалось. И мне пришлось там лечить, ну, меня попросили лечить одного очень возвышенного человека. Я, к сожалению, ему не помог, но метод появился, потому что, когда я начал его лечить, его злокачественная опухоль, рак, начал рассасываться буквально на глазах. То есть это я делал с помощью коры деревьев местных. Ну, то есть подобрал все точно там кору. Это целый научный процесс такой серьезный. Но идея заключается в том, что у меня даже мыслей до этого не было так лечить. Ну, просто родился с нуля совершенно новая методика, которую раньше никогда не использовал. Это произошло просто потому, что по 6 часов в день я молился. Другой причины не было. А потом, когда я приехал в Москву, я увидел, что все поменялось. Те проблемы, которые были, они пропали. Ну, то есть новых не возникало. Все как будто штиль наступил, понимаете? То есть вот все препятствия как будто раз и растворились. Вот такой эффект. Попробуйте, и вы увидите. Один раз в месяц хотя бы погрузитесь в молитву. Вы увидите, как судьба резко все препятствия начнет убирать. Просто попробуйте, эксперимент такой проведите. Насколько сильно продвигается жизнь за счет такого вот эксперимента. Не надо долго, много. Один раз в день, в месяц достаточно попробовать. И вы увидите, как сильно это работает. Я говорю подолгу. Молитву подолгу один раз в месяц произносить. Допустим, вы молитесь обычно 15 минут в день. Вы в этот месяц, один раз в месяц, делаете два часа. И вы увидите, как сознание поменяется в вашей жизни, коренным образом поменяется. За один такой день происходят сильные перемены. Надо понять такую вещь, что на самом деле обычный способ мышления какой у нас в жизни? Трудность наступила, мы начинаем ее обдумывать. Что такое обдумывание? Когда мы обдумываем, мы берем свою карму, перелопачиваем ее и пытаемся найти самый оптимальный вариант, как поступать. Из своих собственных идей, соображений мы лепим свою судьбу. Обдумывание означает, мы варимся в той каше, в которой мы сидим. Ничего другого мы во время обдумывания не сможем ни понять, ни принять, потому что это то, что я имею. Ничего нового я не получаю. Так действует обдумывание. И обдумывание — это самый энергоемкий процесс. Когда человек интенсивно думает, у него все силы заканчиваются, он не может ничего делать. Это обдумывание даже не дает возможность заснуть. Когда человек начинает долго думать, у него бессонница начинается, у него пропадает здоровье, то есть у него все рушится в жизни. Почему? Потому что обдумывание — самый энергоемкий процесс. Второй вариант предлагаю вам. Вы просто чувствуете, что обдумывание, крыша начала дымиться. Вы не можете с помощью обдумывания решить проблему. Садитесь перед алтарем, начните молиться. Молитесь, молитесь. Энергия счастья начала приходить в сердце. Сразу что наступает? Успокоение. Человек чувствует, легче жить стало, спокойнее. И мысли, обдумывание почему происходят? Потому что ум хочет счастья, а счастья нет. Так как счастье пришло во время молитвы, ум успокоился сразу. Думает, ну и Бог с ним. Идет страшного. Не лишим, так не лишим эту проблему. Ничего страшного. Дальше человек молится. И во время молитвы к нему приходит прямо в сердце раз и пришло решение. Само. Он ничего не обдумывал, просто молился. Сначала ум успокаивается. А когда ум успокаивается, он начинает слышать истину, голос истины, голос совести в сердце. И приходит раз, само решение. Я уже говорил вам об этом способе на прошлом семинаре. Кто из вас попробовал? Поднимите руку. Ну только один человек, два. Что-то хило так. А вы попробуйте, вы увидите, что это сильно работает. Я проводил семинар для руководителей. У меня есть такой семинар для руководителей. Я проводил тренинг такой. Ну как не тренинг, а такую беседу. Проводил в Днепропетровске сначала под давлением организаторов местных. Они меня заставили проводить этот семинар. А потом всем понравилось, я в Ижевске еще провел. И я руководителей учил, как бы, как решать ситуацию, как в трудных ситуациях жизненных, как действовать. И я вам объяснил эту технику. Они потом начали делать, говорят, супер. Понимаете? То есть ты перед трудностью с жизнью не знаешь, что делать. Тебе надо принимать решение перед всем коллективом. Ты не знаешь, что делать. Человек садится, начинает молиться, молится, молится, пока психика не успокаивается. Пока ты не принимаешь ситуацию, не думаешь, да все нормально. Потом дальше молишься, раз, решение само пришло в сердце. Начинаешь делать, смотришь, работает. Понимаете? Или нет? Ну, пока не проверите, не поймете. Это только с помощью эксперимента можно установить. Ну, ладно. Тема очень длинная, время осталось мало. Вопросов целая стопка огромная. Человек живет верой, и на этом опыте формируется судьба. Лежит ли этот принцип в основе предсказаний будущего? Вы знаете, разные люди по-разному предсказывают будущее. Я сейчас вам объясню. Некоторые люди предсказывают будущее на основе карты гороскопа. Это полный бред, так предсказывать будущее. Потому что карту можно трактовать как угодно, и предсказывать на основе этого будущее — это безумие. Второй способ — это когда ты сопоставляешь карту с ощущением истины. На самом деле будущее существует, только оно не имеет четких очертаний. И поэтому примерно будущее может предсказать человек достаточно чистый. Особенно если он еще видит карту и чувствует истину, он тогда может предсказать будущее. Это второй способ предсказания, более действенный и рабочий. Но для этого астролог должен быть святым человеком. И третий способ предсказания будущего — это когда человек видит будущее, потому что Бог так хочет. Господь, высшие силы наделяют его этим видением, и Он точно говорит, что будет этот человек. Потому что некоторые события в этой жизни, в этом мире, уже запронированы, и они имеют абсолютно непреклонную природу. Большинство событий зависит от наших поступков. Вот как мы будем жить на Земле, так и будет. Но некоторые ключевые моменты, которые будут происходить в будущем, они настолько сильно уже в судьбе закреплены, что человечество своими поступками вряд ли сможет их изменить. Понимаете? Поэтому такие ключевые моменты предсказатель может сказать. И в этом заключается предсказание. Но всё полностью, как бы жизнь наша не определена до каждой секунды. Есть какие-то ключевые моменты, которые предсказатель может предсказать. Это значит непреодолимая судьба. Ну, допустим, человек может поднять камешек небольшой, он может перелопатить горку небольшую, но если перед ним скала, он за всю жизнь её не перелопатит. И об этих скалах как раз и говорится. Это непреклонные силы судьбы. Эти скалы есть в жизни как одного человека, так и в жизни целого общества, целых народов. Они тоже существуют. И предсказатели видят эти вещи и говорят. Однажды один светлый человек, которого я очень люблю, предсказал моё будущее, связанное с Латвией на всю жизнь. Не знаю, как будет на самом деле, но не хочется привязываться к предсказанию, хотя это, похоже, уже произошло. Но человека уже нет на земле, хотя связь сохранилась. И одной стороны вера живёт, а с другой стороны есть мысли об изменении этого пути. При этом любовь сильна, и она держит сложно. Вы знаете, есть такие предсказатели-фаталисты. Они предсказывают как-то односложно всё. Латвия загнётся. Допустим, такой вид предсказания. Понимаете, дело в том, что такие предсказатели — это обычно фаталисты. То есть они не понимают, что жизнь — это не односложный такой процесс. Или загнётся, или выживет. Понимаете? Или всё. Латвия достигнет небес. Второй вариант предсказания — Латвия загнётся. Понимаете? Жизнь циклами проходит. Сейчас у вас идёт снижение экономики. Как бы оно идёт такой штопор. Этот штопор где-то, насколько я чувствую, кульминация его будет летом. Потом где-то в августе начнётся выравнивание. Потихоньку, потихоньку. И потом осенью пойдёт какие-то позитивные сдвиги. И где-то январь-февраль следующего года начнётся подъём уже. Ну вот так я вижу, допустим, то, что у вас должно было произойти. Ну, может быть, это не совсем так будет, но, по крайней мере, я не вижу фатализма никакого. То есть я вижу динамичный процесс спада, подъёма. То есть всё нормально, как во всех странах происходит. Неастролог сказал, что с 2001 по 2020 год идёт негативное влияние Сатурна. 2001 по 2020. А мне астролог сказал, что 1965 года по 2065 год у меня нифига хорошего в жизни не будет. Верите или нет? Ну, негативный период. Ну, хорошо. И что это значит? Это так долго? Что делать? Где найти силы? Ну, это неправда 100%. Ну, не бывает так, понимаете? Ну, не бывает. Ну, где вы видели, чтобы человек мучился 19 лет подряд? На Земле такого не предусмотрено. Понимаете? Человек всё идёт циклами. Стало лучше, стало хуже. Идёт цикл всё время. Эти циклы длятся несколько лет. Не то, что ты будешь всю жизнь загибаться. Нет, такого нету. Вернее, бывает, но очень редко. Вряд ли у вас. Как победить усталость, боль? Какой высший смысл в этом? Какие качества нужно развивать за эти годы? За что не надо держаться? А что действительно ценно? Я об этом всю лекцию говорил. Я замужем, двое детей. Не работаю. Всегда болит спина. Спалить спина, значит, Сатурн плохо влияет. Что делать? Йогой заниматься. Когда человек статические упражнения делает, спину отпускает. Йога не помогает. Надо найти дерево, которое тебе подходит. И стоять каждый день возле этого дерева. Восстанавливать силы Сатурна. Если помогает, поставь, посади дома это дерево. Еще лучше будет. Мы, кстати, тоже сейчас начали изучать влияние деревьев на человека. Будем какие-то советы в этом плане давать. Я на все записки завтра утром отвечу. Будем специально на эту тему говорить. Расскажите, пожалуйста, как ослабить негативное действие Сатурна и Луны. Вообще не по теме. Господа, мы вообще-то говорили о вере. Причем тут влияние Сатурна и Луны? Я, допустим, всю лекцию говорю о вере. А вы меня потом спрашиваете. Скажите, пожалуйста, как лечить геморрой? Ну, вы слушали лекцию или нет? Я не пойму. А, с утра это записано? Ну, слава Богу. А то же я испугался. Думаю, что же такое-то? Вчерашний, да? А, вон оно что. Ну, тогда другое дело. Вставало рано в 5.30. А это тоже вчерашний, точно. А вы мне сегодняшний бы положили? Как так вот? Люди же писали сегодня тоже. Как? Надо было сегодняшний, а вчерашний, завтра. Как правильно просить прощения у брошенного 10 лет назад мужа? У него новая семья. Классный вопрос. Можно ли это сделать письменно? Хороший вопрос. Супер. 10 лет назад бросила мужа. У него новая семья. Как просить прощения? Вы поймите, муж вообще как бы не при делах здесь. Проблема заключается в том, что наказывает его сверхдуша вас, а не он. Ей не нужно письменно писать. Ей надо просто искренне в сердце в своем садиться перед алтарем и просить прощения. Не раскаиваться в том, что ты делаешь. Пока ты не раскаиваешься и не чувствуешь, что что-то плохо, начинаешь раскаиваться, день-два пораскаивалась, начинают раскрываться все твои ошибки. Начинаешь их чувствовать, понимать, перестрадать, начинаешь за них. И идет такой процесс. Сначала усиливается все. Чувствуешь, что все хуже и хуже от того, что ты просишь прощения. Потом ты как бы достигаешь какой-то кульминации. И потом постепенно начинаешь как бы чувствовать, что вот сейчас скоро будет легче уже. И человек просит прощения. Несколько месяцев это длится. Потом раз, на сердце такая легкость и радость возникает. Все. Можно замуж выходить. Все будет нормально. Это все работает. Так действует это все. Ну ладно, на этой счастливой нотке мы будем заканчивать. Сегодня праздник, наверное, да, поэтому вас так мало? Пришли самые фанатики, да, я так понимаю? А? Да я знаю, что завтра еще больше. Ну ничего, будем держаться. Если пять человек завтра придет, я буду счастлив. Больше придет? Шесть? Ну ладно. Все сели прямо, будем желать всем счастья. Мне очень импонирует, что вы пришли на лекцию, на праздники. Это признак того, что прямо не зря я сюда приехал. Такие как бы дни чувствуешь сильную благодарность тем, кто приходит. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, веры, любви, всего самого хорошего. Спасибо большое. До свидания. Всего вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.